Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем наше совещание по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти высших учебных заведений Российского Союза молодежи при организации общественного наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации по программам основного, общего и среднего общего образования в Приволжском федеральном округе. Это у нас уже четвертое совещание подобное, практически во всех округах мы это совещание проводим. Сегодня у нас на очереди Приволжский округ, может кто-то из вас и смотрел онлайн-трансляции, которые мы проводили в других округах. В принципе, тематика у нас одна и та же, и проблематика одна и та же. Проблема существует, мы ее начали озвучивать еще год назад. Проблема общественного наблюдения, я в своей презентации поподробнее расскажу, в чем суть этого вопроса. Что касается Приволжского федерального округа, это один из ведущих округов среди Российской Федерации, то есть фактически все регионы достаточно у нас крепкие, итоговая аттестация проходит на высоком уровне, но тем не менее институты, региональные институты общественного наблюдения устойчивы в каждом субъекте, округа в том числе, надо создавать. Задача поставлена, министр образования Ольга Юрьевна Васильева тоже в курсе этого вопроса, и она тоже эту работу попросила нас усилить. К 2018-19 году в каждом регионе должно быть выстроено у нас трехстороннее взаимодействие, органы исполнительной власти, министерство или департамент, в некоторых регионах у нас есть департаменты образования, в большинстве министерств, региональные вузы, в основном педагогические или университеты, которые готовят педагогов. Когда мы эту проблематику изучали, там могут принимать активное участие и уже принимают в ряде вузов студенты-юристы, а также студенты, которые учатся на специальностях, связанных с информационными технологиями. Тоже поподробнее мы расскажем. Предлагается взаимодействие вузов и студентов в качестве прохождения практики. Это такой сильный повод для мотивации, чтобы они общественное наблюдение осуществляли на таком качественном уровне. Еще раз говорю, эти все вопросы мы подробнее собрались, подробно мы обсудим их. В совещании предлагаю выстроить в следующем порядке. У нас есть основные докладчики. После основной сессии у нас будет работа двух секций. Одна секция это, собственно говоря, взрослые, так скажем, мы с вами, вузы, региональные министерства. Вторая секция проводится Российским союзом молодежи совместно со студентами. По итогам работы мы проведем еще одну заключительную, так скажем, сессию, вопросы-ответы. И на этом наше совещание, в принципе, закончится. Если нет возражений по повестке, нет, тогда я предлагаю начать работу нашего совещания. Прежде чем передать слово для приветствия, я хочу поблагодарить Республику Татарстан в лице руководства самого высшего, в лице заместителя, премьера, министра Республики Татарстан, министра образования, Ингеля Навапича Фатахова, всех коллег, университет федеральный за то, что мы сегодня имеем возможность на вашей площадке проводить данное совещание. Я думаю, все коллеги к моей благодарности присоединяются. И я передаю слово для приветствия Ингеле Навапичу Фатахову. Спасибо, Анзар Ахмедович, Сенмаса, Схайр Лакенбар Абазара, уважаемый Анзар Ахмедович, уважаемые коллеги, участники совещания. Прежде всего, позвольте поприветствовать вас Республике Татарстан, ее столице города Казань, в стенах Казанского федерального университета. Надеюсь, что, несмотря на ваши полотные программы и морозные погоды, у вас у всех будет возможность посмотреть достопримечательности нашего красивого города. Город Казань в последнее время регулярно становится местом проведения крупных событий и мероприятий, различных совещаний окружного и федерального уровня. Нам это приятно, конечно, поскольку говорит о наличии для этого всей необходимой инфраструктуры, так и о признании определенных успехов Республики развития различных отраслей в социальной сфере. В Республике Татарстан большое внимание уделяется развитию образования. Так, в прошлом году мы завершили пятилетнюю стратегию развития образования. Общее обложение системы образования по данной стратегии с 2011 года составило около 10 миллиардов рублей. В Республике сохраняется достаточно обширная сеть образовательных организаций. Это 2057 дошкольных образовательных организаций, 1500 школ, в том числе 880 средних и 100 профессионально-образовательных организаций, 29 вузов и 32 филиала вузов. Организационной основой реализации государственной политики сферы образования в настоящее время является государственной программой Республики Татарстана развития образования и науки до 2020 года, а также ряд программ направленных на развитие национального образования и поддержку талантливых детей. Кроме того, Республике реализуется программой инфраструктурного развития системы образования. Так, с 2019 года по программе капитальный ремонт отремонтировано 717 школ и 63 детских сада. За последние два года мы получили 199 нового школьного автобуса, в том числе 76 за счет федеральных средств. При поддержке президента нашей Республики с 2011 года все учителя школы Республики обеспечены ноутбуками. В текущем году мы начали обновление парка компьютеров учителей в школы направлено более 10 тысяч ноутбуков. Мы начали реализацию масштабной программы создания новых мест в общеобразовательных организациях. Соответственно, с 1 сентября открыла свои двери новая школа на 800 мест города Набережной Челна. И в 2017 году, в том числе по данной программе, планируем построить еще три школы. Мы активно развиваем сеть школ для одаренных детей интернатного типа, открываем школы в структуре наших вузов. В настоящее время действует четыре таких школы, в том числе благодаря работе этих школ. Республика Татарстан стабильно занимает третье место рейтинга регионов по счастью победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников. Обеспечивается разнообразной траекторией развития для наших талантливых детей. В то же время, основной задачей в сфере образования, которой президент нашей республики Рустам Наргалевич Минихар в своем послании к Государственному Совету в 2016 году, является сокращение разрыва в результатах между самыми сильными и слабыми школами. Фактически эта работа направлена на обеспечение высокого качества образования на всей территории Республики Татарстан вне зависимости от места проживания учащегося. Безусловно, мы понимаем, что важнейшим условием повышения качества образовательного процесса является непрерывная оценка эффективности работы и дальнейшее профессиональное развитие управленческих и педагогических кадров. Республика Татарстан значительного внимания уделяется созданию целостной системы оценки качества образования, которая является важнейшим источником данных для анализа и определения сильных и слабых сторон муниципальных образовательных систем и конкретных образовательных организаций. Сформирована собственная модель республиканской системы оценки качества образования. Могу сказать, что в настоящее время у нас есть полноценные механизмы объективной оценки качества на всех этапах обучения в начальной, основной и средней школе. В целях организационно-технического и методического сопровождения системы оценки качества Республики создан и успешно функционирует Республиканский центр мониторинга качества образования. На его базе мы поэтапно создаем ситуационный центр для оперативного решения вопросов и обеспечения объективности всех мониторинговых процедур. В целях объективного управления качеством на каждом уровне системы образования нами создаются механизмы обязательной обратной связи в виде адресной методической поддержки в соответствии с выявленными проблемными зонами. На уровне Республики мы сформировали систему оценки эффективности муниципальных систем образования и ежегодные публикации рейтингов муниципалитов по качеству образования. При этом в качестве механизма обратной связи для оказания организационной и методической поддержки был создан координационный совет по совершенствованию учебно-методической деятельности. Ежегодно он проводит выездные заседания в соответствующих районах, осуществляет анализ их деятельности и разрабатывает рекомендации по улучшению ситуации и контролирует их исполнение. Ключевой роль в повышении качества образования играет грамотно востребованные районы работы методической службы и система наставничества. Второй год Республики проводится конкурс на соискание гранта «Лучший металлист», поэтому данная гранта ежегодно 300 металлистов получает существенную отбавку к заработной плате, что позволяет средним парам Республики повысить его на 6600 рублей. В этом году впервые мы провели тщательный анализ эффективности деятельности муниципальных металлистских служб, отметили 10 лучших, опыт которых тиражируется в течение учебного года. Впервые при поддержке руководства Республики мы учредили грант «Успешная школа для поддержки лучших педагогических команд» и 155 школ претендентов отобраны 20 на лучшие команды, 10 из которых получат грант размером 2 миллионов рублей и 11 школ размером 2 миллиона рублей. Данные средства они могут потратить только на профессиональное развитие педагогического коллектива. Безусловно, задача повышения качества образования не может быть решена без уверенности в том, что в каждой классной комнате, в каждой школе Республики работает высококвалифицированный учитель, который мотивирован на непрерывный профессиональный рост. В 2015 году впервые за долгое время доля молодых педагогов системы общего образования в среднем по Республике достигла 25%. Это очень важный показатель для нас, который фиксирует рост привлекательности отрасли для молодых работников. В 2015-2016 учебном году мы начали реализоваться серией проектов, направленных на повышение качества подготовки и профессиональное развитие учителей. Была определена модель профессионального роста учителя, а также пять блоков компетенций, соответствующих профессиональному стандарту, которые в той или иной степени должны присутствовать у каждого учителя Республики Татарстан. Проект охватывает различные этапы. Первый – это целевое привлечение выпускников в школу вуза для обучения на педагогических направленных по дефицитам для Республики предметов. Эти студенты в сентябре начнут получать дополнительные стимпендию, а после окончания обучения приступят к работе на правших их муниципалитетах. В течение всего периода обучения в вуза для них организуются специальные дополнительные образовательные программы, тренинги, зимние и летние школы. В текущем году в пилотном режиме проведена сертификация сформированной с профессиональной компетенцией у выпускников в вуза педагогическом направлении. Чуть более 62% выпускников получили сертификаты. Сертифицированные учителя получили преимущественно при заявке на грант для начинающих педагогов «Наш новый учитель». Этот грант для педагогов, впервые выбирающих учительскую карьеру. Мы реализуем с 2011 года. Благодаря этому школу было привлечено более тысячи молодых талантливых педагогов. Размер гранта 10 тысяч рублей ежемесячно. С текущего года мы также реализуем новые грантовые программы «Учитель-мастер», «Учитель-наставник», «Учитель-эксперт», которые направлены на развитие у педагогов компетенции реализации проектной и наставнической деятельности. В июле-августе все категории грантополучателей прошли обучение, а с сентября начали реализацию своих проектов. Каждая категория грантополучателей имеет свои задачи и получает дифференцированную грантовую поддержку. Благодаря этому проекту в текущем году мы впервые на республиканском уровне запустили наставническую деятельность опытных педагогов в отношении начинающих учителей и учителей, испытывающих затруднения. Важным направлением для нас также является дальнейшее развитие эффективного механизма работы персонифицированной системы повышения квалификации учителей. Она позволяет организациям дополнительно профессионально образованно формировать свои образовательные программы исходя из затруднений, выявленных по итогам ГИА, аттестации, а также сформулированных учителями самостоятельно. При этом педагоги при непосредственном контроле со стороны завучей имеют право выбрать необходимые им модули программ повышения квалификации, которые, в свою очередь, прошли отбор через республиканскую экспертную комиссию. Наряду с упомянутой работой Координационного совета по совершенствованию учебно-металейской деятельности, формируемая система повышения квалификации учителей, является важнейшим звеном обратной связи по итогам работы механизмов республиканской системы оценки качества образования. Наряду с активной работой по оценке профессиональной компетенции и реализации руководителей общеобразовательных организаций и адресных программ повышения квалификации обозначенные инициативы имеют одну цель – создать в каждом муниципальном районе высококавалитационные управленческие и педагогические команды, которые могут гарантировать реализацию качественного образовательного процесса на одинаково высоком уровне. Важнейшим направлением дальнейшей работы является расширение практики вовлечения родительского сообщества и общественных организаций в управление и оценку деятельности образовательных организаций. Именно поэтому Республике Татарстам большое внимание уделяется работе с общественными наблюдателями в процессе проведения государственной итоговой аттестации. Так, в 2016 году в качестве наблюдателя было аккредитовано около 2000 человек на основных экзаменах, на пунктах проведенной экзамены в городе Казани присутствуют 25 федеральных общественных наблюдателей и 12 региональных. Уверен, что дальнейшие поступают это несовершенствованные структуры управления, технологии оценки качества образования и механизм обратной связи на всех уровнях, а также кадровое обеспечение отрасли и профессиональное развитие учителей позволит системе образования Республики Татарстан обеспечить учащихся навыками и компетенциями, необходимыми для того, чтобы быть конкурентоспособным и во современном мире. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, в Республике Татарстан делается очень много, делается для образования. Очень большие проекты не только регионального, но и федерального уровня Республика Татарстан. У нас такой серьезный коллега, такая хорошая площадка для многих апробаций, которые мы проводим, а потом вводим в штатный режим по всей стране. Еще раз от имени Сергея Сергеевича Ковцова тоже хочу поблагодарить вас, Ангелий Новопольевич, за активное участие во всех новых проектах. Хочу передать сейчас слово проректору Казанского федерального университета РИАЗу Гатулычу Минзарипову. Спасибо. Добрый день, уважаемый Андрей Ахмедович, добрый день, уважаемый Николай Ахмедович, уважаемые коллеги, добро пожаловать в Казанский федеральный университет, один из старейших вузов Российской Федерации. Девочки, поставьте, пожалуйста, презентацию. Я буквально несколько слов хотел вам сказать об университете нашем, а потом уже поговорить о тех вопросах, которые у нас сегодня на совещании. Второй слайд, пожалуйста. Наш университет возник, понятно, он был основан в 1804 году, сначала он был императорский, потом был государственный, сейчас он является федеральным университетом. Но когда мы стали федеральным университетом, с 2009 года вышел указ президента, а в 2010 году, значит, началось сформирование федерального университета. Сначала к нам присоединились ряд трудов города Казани, потом присоединилась Каманская инженерная коммуникация академии, далее Казанский филиал Ревы имени Приханова, буквально в последние годы. И таким образом наш университет сегодня представляет собой большой конгломерат, так сказать, бывших выставок, но сейчас уже реорганизация и, так сказать, есть такой термин переваренный. У нас, наверное, стабилизация уже произошла, и университет уже стал как единый организм. Сегодня университет представляет из себя 18 институтов и факультетов, дальше, пожалуйста, следующий. Вот наш образовательный комплекс, естественно, научный цикл. Зеленый цвет отмечены подразделения, которые были созданы в последние годы. Обратите внимание, у нас даже есть два лицея, лицеи Молочевские, IT-лицеи, которые входят в состав университета, то есть это структурно подразделение университета, но они готовят специалистов, значит, по своим направлениям. В основном лицеи Молочевска – это естественно-научное направление, IT-лицеи – это, понятно, из названия же вытекает. Дают общее образование, и, в общем-то, ребят очень активно участвуют в различных олимпиадах, и неплохо участвуют. Вот сегодня, что мы из себя представляем. Как видите, у нас около 44 тысяч студентов, очень много программ образовательных, 3300 преподавателей и профессоров, 4200 иностранных студентов, и, конечно, университет поставляет из себя очень большой кампус. У нас, видите, 730 объектов только недвижимости и 100 земельных участков. При университете действует 45 малых инвестиционных предприятий, которые, в общем-то, неплохо себя зарекомендовали в последние годы. Это приоритет направления развития Казанского университета, которые были утверждены еще 4 года назад. Сейчас, когда университет вступил уже в программу конкурентоспособности, повышения конкурентоспособности, в которой мы участвуем, мы там тоже в конкурсе сейчас выиграли. И сейчас приоритетом, конечно, является стратегическая академия с единиц, которая утверждена буквально в прошлом году. В том числе, один из важнейших стратегических академий с единиц – это учитель XXI века, который мы реализуем совместно, в том числе сотрудничество с нашими министерствами образования и наукой Татарстана. Это рейтинги и, так сказать, престиж университета на международной, и публикации, которые сегодня у нас осуществляются в нашем университете. Что касается вопросов сегодняшнего совещания, то здесь надо сказать, что наш университет принимает очень активное участие в этой работе. Мы тесно работаем вместе с Министерством образования и науки республики Татарстан. Наши студенты очень активно участвуют в качестве общественных наблюдателей на государственных итоговых испытаниях. И надо сказать, что, по-моему, опыт уже есть, неплохой опыт. Но хотелось бы, конечно, чтобы эта работа была ещё более, так сказать, эффективной, более плодотворной. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее совещание будет способствовать тому, что в результате дискуссии будут разработаны какие-то новые предложения, новые подходы. Мы готовы к этой работе, и здесь действительно, правильно было сказано, мы пытаемся сочетать вот эту работу с практикой наших студентов. В основном, конечно, это относится к гуманитарным факультетам. Им легче здесь в одном плане работать, и практика совпадает, в общем-то, с целью задачей вот этой работы. Поэтому здесь мотивация тоже есть. И студенты очень охотно и, по-моему, эффективно работают сегодня. Хотел пожелать вам плодотворных дискуссий, хороших результатов, и всего самого хороших, коллеги. Спасибо. Спасибо большое. У нас будет ещё, я думаю, время ознакомиться вживую, посмотреть корпуса. Здесь есть прекрасные музеи, как уже мне сказали, в кулуарах. Спасибо ещё раз за то, что нас принимаете. Коллеги, я предлагаю, прежде чем начать работу и прежде чем приступить к докладу, я, наверное, мы попрощаемся с Евгением Наваповичем, очень плотный график, и продолжим свою работу. Но прежде чем попрощаться, у нас здесь одна награда для благодарности, которая была выделена студенту Елабужского института Казанского федерального университета за вклад в обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения единого государственного экзамена. Благодарность подписал Сергей Сергеевич Кравцов Квашиной Инне Сергеевне. Квашниной. Квашниной. Я, наверное, с места буду делать презентацию, подключит ее. Перейдем к основной тематике нашего совещания. Мы будем сегодня говорить о задачах, которые перед нами стоят в виде организации общественного наблюдения в 2017-м и в последующие годы. Это три основные задачи. Я уже об одной говорил. Это развитие региональных систем общественного наблюдения устойчивых. Вторая задача у нас – это организация взаимодействия между ВУЗом, региональными органами власти и Российским союзом молодежи. На данный момент они наши такие серьезные партнеры и операторы проекта общественного наблюдения. И третья задача – создание в каждом регионе региональных ситуационно-информационных центров. Во многих регионах, я позже скажу, такие центры у нас созданы. Они функционируют, но пока по качеству работы таких центров ко многим остаются вопросы. Вот три задачи, к которым мы должны подойти единым алгоритмом, так скажем, единой дорожной картой, чтобы в каждом регионе у нас сформировались системы, не разношерстные, а одинаковые. Механизмы для этого мы уже практически разработали. И, в принципе, сейчас на таких совещаниях мы их дорабатываем. Общественное наблюдение у нас за ходом ЕГЭ имеет свою нормативно-правовую основу. Это и порядок проведения государственной итоговой аттестации, утвержден приказом Министерства образования и науки. Порядок проведения итоговой аттестации образовательными программами основного общего образования. Также закреплены приказом. Ну и следующий порядок – аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. Это тоже приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденный Министерством юстиции. То есть правовая база для общественного наблюдения у нас полностью есть. И там основные моменты и права общественных наблюдателей прописаны. Что у нас сейчас, какую картину мы имеем на сегодняшний день? Вот в 2016 году у нас в регионах было аккредитовано 50, свыше 54 тысяч общественных наблюдателей. Ну, цифра на самом деле просто фантастическая. У нас получается 5 тысяч с чем-то пунктов, 5700 пунктов. Это на основные экзамены. Основной экзамен, который сдают все русский язык и математика. Порядка 80% количества детей от основного экзамена – это общество знания. Все остальные предметы, их в 2, иной раз в 4-5 раз меньше, выпускников сдают. Это предметы по выбору. И получается, что у нас ситуация, когда фактически на каждый пункт у нас есть по максимуму человек 10 общественных наблюдателей, а на практике происходит совершенно другая картина. Кто эти 54 тысячи в первую очередь? Это в основном родители, бабушки, дедушки, интересующиеся вообще процедурой обывателя. И очень большая масса учителей, которые органами исполнительной власти по привычке, почему эта привычка возникла, я вам скажу, записывают в общественные наблюдатели. Это те учителя, которые не организаторы. То есть не задействованы в качестве организаторов проведения ЕГЭ. Почему вот такое количество? Когда ЕГЭ входило в штатный режим в 2009 году, Институт общественного наблюдения параллельно развивался, и тогда Рособорнадзор требовал, какой измеритель был прозрачности, объективности проведения экзамена – количество общественных наблюдателей. И вот по итогам ЕГЭ, когда кого-то ругали, обсуждали, как прошел в 2009, 2010, 2011, всегда ставилось пример. Ну вот посмотрите на них, у них вот аж столько тысяч, значит, общественных наблюдателей, а у вас их нет вообще, значит. Хотя качество выходов общественных наблюдателей, как они работают, никто не оценивал. И мы пришли к такой ситуации, когда у нас один из самых скандально известных регионов имел 3 тысячи общественных наблюдателей на 100 пунктов проведения экзаменов, то есть по 30 человек у них должно было выходить в пункт, да, на каждого выпускника фактически общественные наблюдатели. Ни одной выявленной шпаргалки, ни одного выявленного мобильного телефона, ни одного вообще нарушения в ходе проведения, такого не бывает. Мы все люди живые, какой-то сбой да происходит, да, вот ни одного протокола о каком-то нарушении за весь месяц прохождения экзаменов, хотя весь YouTube там пестрил съемками, а как ребята списывают именно вот там, да, условно. Вот такая ситуация была. И по итогам 2013 года, провального, так скажем, для ЕГЭ, когда еще ко всем этим нарушениям, когда учителя закрывали глаза, а организаторы у нас в основном учителя были на происходящие, ну, натворившиеся в пунктах, еще добавились утечки контрольно-измерительных материалов, и вот 2013 год такой стал точкой реформ в едином государственном экзамене, и, соответственно, подверглась реформированию Институт общественного наблюдения. У нас появилось видеонаблюдение в 2014 году, и появился новый пул онлайн-наблюдателей, да, вот мы их видим сейчас, в 2016 году, было 2000, онлайн-наблюдателем может стать не каждый желающий, да, для этого надо получить ключи, так как много морально-этических там моментов, связанных с тем, когда человек имеет ключи, имеет доступ к сайту и смотрит. У нас были моменты, когда онлайн-наблюдатели что-то скачивали, выставляли снова же в YouTube, то есть, ну, такие случаи больше не повторяются, но, тем не менее, мы ключи всем желающим не раздаем, то есть надо обучить человека, как работать с сайтом, как выставлять метки, то есть, на нарушения и так далее. Поэтому у нас, пока эта цифра сохраняется, мы готовы ее увеличить, но пока мы не видим готовности со стороны, так скажем, подготовленных, мотивированных, мотивированной части участников этого процесса. Вот, за счет вот вузов мы готовы эту цифру тоже увеличить. Федеральный общественный наблюдатель, тоже появился у нас новый термин такой, это общественный наблюдатель, который выходит в пункт и выезжает в другой регион, не там, где он живет, то есть, его не связывают с этим регионом никакие ни родственные, ни административные связи, и он совершенно независим, в отличие, может быть, от других, не имея каких-то там коррупционных составляющих, выходит и проводит эту процедуру. Ну, для сведения, в Северо-Кавказском федеральном округе уже в третий год в каждом пункте проведения экзамена два иногда, три иногда и больше общественных, федеральных общественных наблюдателей, именно они и онлайн-наблюдение позволили в округе навести серьезный порядок, были там до этого серьезные проблемы, вы об этом все знаете. Кроме того, Владимир Петрович здесь присутствует, селенно, он представляет Российский союз молодежи, более подробно об этом расскажет, но кроме того, ребята, федеральные общественные наблюдатели, у нас в 2016 году, кроме Северо-Кавказского федерального округа, выходили и в другие регионы. Этот институт мы тоже развиваем, мы не собираемся от него отказываться, и вот за счет совместной с вами работы мы собираемся количество и качество работы данной категории общественных наблюдателей усилить. Сейчас мы имеем большой статистический материал, у нас очень серьезные базы по сдаче ЕГЭ, по сдаче государственной итоговой аттестации в девятых классах. Мы эти цифры сравниваем по регионам, по школам, по муниципалитетам, видим какие-то аномалии. Если аномалия существует, вот в этот именно аномальный пункт проведения экзамена, муниципалитет или регион, федеральные общественные наблюдатели нами командируются. Федеральные эксперты, это уже более взрослые федеральные общественные наблюдатели, как правило, или управленцы из образования, или бывшие управленцы из образования, они также выезжают в чужой для себя регион, координируют работу Государственной экзаменационной комиссии региональной, являются членами этой комиссии, координируют работу всех федеральных общественных наблюдателей и сигнализируют Федеральной службе по надзору в сфере образования в режиме реального времени о возможных чрезвычайных ситуациях, нарушениях и так далее, если с региональным министерством им эту проблему решить не удается. Здесь это фактически доверенные лица от Рособорнадзора в регионе в период проведения итоговой аттестации. Мы видим несоизмеримые цифры, когда 54 тысячи региональных общественных наблюдателей стать может практически каждый вменяемый совершеннолетний гражданин Российской Федерации, ну там есть свой перечень ограничений, но в принципе практически все могут стать общественными наблюдателями, пройти аккредитацию, которую выдает местный орган исполнительной власти и выходить в тот или иной пункт. Но самое интересное, 54 тысячи региональных общественных наблюдателей выявляют всего лишь 5% нарушений от выявленных по итогам того или иного года. 95% нарушений выявляется под 5 с хвостиком тысяч общественных наблюдателей, которые обучены с федерального уровня и определены, и мало того, те, которые получили от нас какую-то установку. Значит, вот какая картинка была по сравнению с прошлым и этим годом. Телефоны, шпаргалки – это основные нарушения. Может создаться впечатление, что у нас рост нарушений. На самом деле рост нарушений связан с качеством общественного наблюдения. То есть в 2015 году федеральная составляющая, которая показывала с 5 тысяч человек, была меньше. Сайт «Смотри ЕГЭ» тоже имел какие-то места. Мы его так дорабатывали, так скажем, слабые места. И качество общественного наблюдения у нас из года в год улучшается. Соответственно, ну, к сожалению, пока выявляемые нарушения у нас растут. О чем это говорит? Как только этого института не станет в 5 тысяч человек, то вот эти выявленные нарушения, вот, то есть их просто не заметят. Не в том дело, что нарушений ставят место. Просто их никто не будет замечать, значит. Я думаю, здесь мы не зря вузы пригласили. Вузы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы к ним пришли объективно самые сильные и подготовленные ребята. Чтобы не было жалоб и обид друг на друга, значит, вуз на школу, школа на вузы и так далее. Поэтому мы предлагаем в итогу аттестации вузам поучаствовать. И, соответственно, вы будете информацию, так скажем, свежую, с полей иметь. И представление о процедуре проведения по прозрачности процедуры тоже у вас сформируется уже не из газеты или сплетен, а реальная картина будет перед вами. К сожалению, есть у нас подсказки. Вот видите, количество нарушений, вы на скин. Вот здесь, как правило, это все организовывают взрослые. Это все учителя. Все организаторы у нас практически учителя, за редким случаем. И, мало того, практически во всех этих нарушениях задействуют у нас взрослый человек. Потому что телефон на другом конце, значит, связи, сидит взрослый человек, это очень редко сверстник, эту шпаргалку переписанную пытается занести тоже или передать организатор. Эта проблема существует. Я еще раз все время подчеркиваю, выпускники-то у нас честные, нечестностью страдаем мы взрослые. К сожалению, пока, ну, надеюсь, эта ситуация будет исправляться. Региональные центры для осуществления онлайн-наблюдения у нас созданы в 59 регионах. Но из 20 дней экзаменов, там порядка 20 с лишним дней, 21 день, кажется, идут экзамены по расписанию. Но вот просмотрено более 11 дней. То есть не все дни региональные центры тоже осматривают. Не создано в 16 регионах, не функционирует вообще в двух регионах. И то, о чем я говорил, третья наша задача, качество и количество надо привести в норму. И здесь эти центры играют такую ключевую роль координации вот всех видов общественного наблюдения. У нас существует федеральный ситуационный центр проведения единого государственного экзамена, большая панель с картинками, с онлайн-трансляциями со всех регионов. Там же у нас находятся и общественные онлайн-наблюдатели, прямо в этой студии. Владимир Петрович тоже об этом расскажет. Координаторы по округам собирают информацию от региональных координаторов. С помощью мобильной связи я сам в этой группе нахожусь в WhatsApp. И если происходит какое-то ЧП, которое не решается на региональном и окружном уровне, то вмешиваюсь уже я в процедуру. И это нам позволяет в ходе экзамена, в прошлые годы позволяло несколько раз не сорвать экзамен по причине какого-то технического сбоя или нехватки каких-то бланков и так далее. Как правило, люди замалчивают проблемы на местах, боятся какого-то наказания, не звонят на горячие линии, где им популярно объяснили, что сделать, не отменяя экзамен. Но почему-то перестраховывается, в итоге, наоборот, больше вреда наносит. И вот работа наша, вот, скоординированная работа позволяет экзамен не срывать. И там, где взрослые начинают с фанатизмом подходить к этой процедуре, мы это напряжение снимаем и решение им показываем. Взаимодействие с ВУЗами пока у нас, ну, мы даже пока удовлетворительным не можем его назвать. У нас единица ВУЗов, которые фактически участвуют в этом процессе, налажено взаимодействие с 38 ВУЗами в той или иной форме, формы в виде или онлайн-наблюдения, или студенты выходят у нас все-таки в качестве общественных наблюдателей. В апреле месяце мы проводили онлайн-конференцию из Министерства образования. 132 ВУЗа нас послушали, письмами подтвердили свое участие, но всего лишь 38 ВУЗов поучаствовали в процессе. По онлайн-наблюдению у нас 22 ВУЗа, а 12 оказали активное взаимодействие. То есть мы видим фактически работу 50 ВУЗов, и то эту работу надо доводить до логического, значит, конца, так скажем. Не какими-то отрывками, а уже в блоке, чтобы работали. Наиболее активные ВУЗы Приволжского федерального округа нам здесь представлены. Это Нижегородский государственный педагогический университет, Мордовский государственный педагогический институт, Саратовская государственная юридическая академия, Чувашский государственный университет и Самарский государственный экономический университет. Это ВУЗы, которые действительно уже стали у нас партнерами, взаимодействуют с органами исполнительной власти и уже в 2016 году являлись такими опорными площадками. К сожалению, остальные ВУЗы здесь не представлены, значит взаимодействие практически или было нулевое, или недостаточное для того, чтобы мы могли говорить о том, что работа была проведена серьезно. Какие шаги мы должны предпринять для повышения эффективности общественного наблюдения? Ну, в первую очередь, вот почему такая плохая мотивация у 54 тысяч общественных наблюдателей? Что происходит на практике? Они выходят на первый экзамен, основная часть. У нас первые экзамены, как правило, это небольшие экзамены, чтобы система вошла, так скажем, в штатный режим, раскачалась. Мы ставим все время маленькие экзамены, как правило, география, там литература. Вот эта основная масса выходит. Экзамен больше трех часов длится. Процедура очень скучная, монотонная, значит, кроме того, как дети, ну, выпускники проходят рамки. Это всегда будоражит у всех сознание, у взрослых почему-то, значит, при этом все выпускники к этой процедуре относятся с юмором. Послушаешь взрослым, там на носилках их переносят через эти рамки, значит, в 20 с лишним пунктах присутствовал, не видел ни одного трясущегося бледного выпускника, который там черепашими шагами в страхе дрожащей проходил эти рамки. Они наоборот шутят и издеваются над теми, кто там металлоискателем проводит. Больше для взрослых это стресс вызывает процедура. Мы в аэропорт, на вокзал, в большинство учреждений проходим, телефоны откладываем в сторону и так далее. Никого это не унижает, не оскорбляет, но почему-то именно в процедуре проведения единого государственного экзамена у всех это вот, у всех будоражит это сознание. Ну, в 20 с лишним пунктах специально участвовал в этой процедуре, специально задавал вопрос выпускникам, ну не знаю, для них даже было оскорбительно, они боитесь ли вы пройти через рамку. То есть взрослый молодой человек, чего он должен бояться? Боится нарушитель, который действительно там в носке или где-то еще телефон пытается пронести, вот он, наверное, действительно стресс испытывает. Тот выпускник, который не несет с собой ничего, для него эта процедура такая обыденная. Вы видели соотношение шпаргалок и телефонов, если бы не было этой процедуры, то удаленных за телефоны, вот эта трагедия, мы считаем, на самом деле, было бы столько же, сколько и тех, которые использовали шпаргалки. Мы считаем, что это все-таки профилактическая мера, направленная на то, чтобы родители, часто и родители убеждают взять этот мобильный телефон. Взрослые не давили на выпускника, он знал, что с телефоном туда ходить или средством связи не надо. Так вот, кроме вот этой, так скажем, в динамике процедуре, в пункте ничего веселого, так скажем, не происходит вообще. Чтобы прийти туда, сесть и наблюдать за тем, как аудитория три часа пишет, уткнувшись в свои контрольно-измерительные материалы, она достаточно нудная. Она нудная и для онлайн-наблюдателя. У меня самого в период ЕГЭ, значит, подключение, у моих коллег ключи есть, но это очень скучно сидеть три часа, даже если ты пункты проведения экзамена, меняешь, ну, аудитория, другая аудитория, все сидят, пишут. Пять минут смотришь, пишут, десять минут, там, ну, кто-то встал, сдал работу, значит, ну, это скучно на самом деле. И вот 54 тысячи у нас им надоедает на первом же экзамене, и вот больше у них выходов, как правило, нет. Мы это видим по протоколам, по отчетам, которые они должны сдавать, но их тоже нет, значит, выходов с их стороны фактически не бывает. Это происходит потому, что многие из них, в принципе, не обучены на достаточно хорошем уровне, что смотреть, как смотреть и где наблюдать, значит, где возможны и как происходят основные нарушения. Так как мы анализируем каждое нарушение, составляется протокол, мы все эти ухищрения знаем, именно наших общественных наблюдателей на различных обучающих площадках, которые Российский Союз молодежи проводит, они там как раз-таки такие примеры приводят, и наш общественный наблюдатель именно за этими моментами наблюдает. Мы широко освещаем, у нас позже мы покажем сайт, то есть кроме сайта у нас есть ряд видеороликов, как оно должно быть, и кроме того, как я уже говорил, Российский Союз молодежи в течение учебного года проводит вебинары, семинары выездные, готовы проводить на ваших площадках, это не стоит ничего в УЗУ, это процедура по всем перечисленным направлениям абсолютно бесплатная, этими материалами можно пользоваться. Надо организовать в этом трехстороннем взаимодействии активное взаимодействие общественных наблюдателей с членами государственной экзаменационной комиссии, кадрами ПП и должностными лицами. Коллеги, в тех регионах, когда руководство, министерство или департамент, руководство ВУЗа проводит совещание совместное с общественными наблюдателями, вот студентами и нашими общественными наблюдателями, скажу, и с руководителями ПП, их, как правило, немного на каждый регион, там от ста и меньше, и в преддверии экзамена, в период прохождения экзамена еще несколько раз встречаются, идет разбор полетов, наказываются те, кто действительно виноват по информации общественных наблюдателей, или общественные наблюдатели, если был неправ, значит, там тоже какое-то обсуждение идет. Вот в тех регионах, где идет работа конструктивная, никакого конфликта интересов учителей и студентов не бывает. У нас часто, наоборот, на уровне министерства стравливаются учителя и студенты, и там начинается конфликт. А вот эта молодежь пришла, значит, с тетрадками, они нам замечания делают, а мы здесь такие звездные, а вот они здесь такие вот еще зеленые, нам пришли, что-то указывают, как нам жить. Вот этого не бывает там, где обе стороны понимают для чего. Все это создано. А в некоторых регионах СКФО, когда, не в некоторых, а почти во всех, когда первый год с опаской их встречали, а потом каждый год, я сам видел руководителей ПП, которые говорили, на следующий год точно они будут? Одно вопрос, они вам мешают, что ли? Ну, если мешает, может, ну, так я иронизировался, если мешает, мы не привезем. Нет, мы наоборот хотим, чтобы вы от этой практики пока не отказывались. Понимаете, в городе большом это легко, а когда село из ста дворов, все знают друг друга, связано родственными узами, им наоборот, учителю в этой школе, в этом ПП нужна камера, нужен вот этот общественный наблюдатель, чтобы сказать своим родственникам, я ничего не могу сделать, вот здесь представитель, вот здесь камера и так далее, давайте сдавать честно. То есть это наоборот для них облегчение. Поэтому, если правильно выстраивать работу, объяснять, на общих совещаниях никакого конфликта интересов здесь не возникает. Конечно, по итогам каждого экзамена надо собирать отчетность от общественных наблюдателей и совместно на уровне руководства министерств, на уровне вузов еще раз обсуждать и принимать решения. Когда общественные наблюдатели, вот студенты, молодые ребята, они сами когда-то сдавали ЕГЭ, мы стараемся, чтобы к нам попадали лучшие из лучших, чтобы среди них были ребята, которые действительно честно сдавали экзамен и сами прошли эту процедуру и знают, как это важно. Когда они видят, что выявленное ими нарушение не замылено, не спрятано, а действительно принято решение, тогда у них есть четкое осознание своей значимости, что они выходят не зря. То есть вот это очень важно. Ну, как я сказал, при подведении итогов тоже обязательно участие общественных наблюдателей. Вот мы сегодня грамоту вручили. То есть на региональном уровне, на уровне вузов обязательно надо поощрять самых активных участников этого процесса. Многие из первой волны общественных наблюдателей у нас уже закончили вуз. Некоторые из них стали сотрудниками Рособорнадзора, некоторые стали сотрудниками региональных министерств и своих вузов и действительно являются опорой и будущим той или иной организации. Поэтому это тоже такой хороший институт для формирования будущих кадров. Какой у нас подход сейчас к осуществлению общественного наблюдения? Два. Остается направление. То есть мы сохраняем институт общественных региональных наблюдателей с такой же формой. У нас на сайте Ланит, сейчас я электронный адрес точно не помню, предоставлены электронные курсы, там около 10 часов. Каждый гражданин может пройти обучение электронное абсолютно тоже бесплатно, получить сертификат. С этим сертификатом он обращается в органы исполнительной власти, аккредитуется и уходит на экзамен. И вторая форма, высшее учебное заведение, студент. Мы предлагаем практически похожую процедуру. Кроме онлайн обучения мы еще проводим свои курсы обучающие, формируем команды, так скажем. Сейчас то, что мы делали на федеральном уровне, должны сделать на уровне каждого региона. Нам не нужны, вот вузы к вам сейчас обратятся регионы, нам не нужно тысячи студентов, там вот сейчас 40 тысяч в КФО учатся, нам не нужно 40 тысяч студентов в КФО, участвующих в общественном наблюдении в Республике Татарстан. Здесь Гульнария Закариевна, заместитель министра, присутствует. Вот сколько у вас пунктов? Вот 86 пунктов, максимум умножить на 3, вот то количество оптимальное, которое нужно общественных наблюдателей. Если несколько вузов в регионе, то на 80 пунктов там 240 студентов, если разделить это между вузами, это очень небольшое количество студентов. Студенты, как правило, не первого курса, желательно, чтобы этот курс был постарше, тем более это вид практики засчитывается. Мы говорим о студентах, будущих педагогах, мы говорим о студентах-юристах, которые могут проходить практику в качестве онлайн-наблюдателя. Академия имени Кутафина, это наш самый первый партнер, у них ежегодно 400 студентов-юристов участвуют в общественном наблюдении. В качестве онлайн-наблюдателя им засчитывается как практика правоприменения. То есть они изучают порядок проведения экзамена, а потом наблюдают, выставляют метки нарушителям и пишут отчет по практике. То есть здесь коллега из Новосибирского государственного педагогического университета, Наталья Васильевна, тоже подробно потом, как организовывается практика, вам расскажет. Ну и дальше все по той же форме, аккредитовывается на региональном уровне. ВУЗы получают такое, скажем, задание на количество пунктов и адреса, куда бы им было интересно поучаствовать, или количество онлайн-наблюдателей. И студентам засчитывается их работа как зачет производственной практики. Это очень серьезная мотивация, это часть учебного процесса, это в принципе не какая-то общественно значимая нагрузка. Здесь студент понимает, что он, это часть его учебного процесса, он заинтересован получить за практику зачет или форму какой-то оценки, если она у вас есть. Вот какой у нас должен быть подход. Сразу возникает вопрос в регионах, будут ли деньги на командировочные и так далее и тому подобное. Вот денег нет сейчас ни у кого. Вот нет ни у кого денег, даже самых богатых регионов их тоже нет. Вот у Татарстана тоже сейчас дефицит денег, у Москвы дефицит денег, у Санкт-Петербурга и у всех остальных. Мы привыкли все делать и сразу измерять это деньгами. Значит, что из себя представляет ситуационный центр? Вот на базе этого зала уже ситуационный центр, он готов, ничего тратить не надо. Подобные залы или компьютерный зал, или компьютерный зал в школе, это готовый ситуационный центр. Это компьютер с выходом в интернет, мы вам выдаем ключи, обучаем онлайн-наблюдателей, как работать, как ставить метки, чтобы не было, понаставили меток, а бы как, да, а потом регион каждую метку, он вот сейчас, мы заставим каждую метку отработать. Это дополнительная нагрузка. Если эти метки поставлены неадекватно, так скажем, то это очень серьезная нагрузка на государственную экзаменационную комиссию. Поэтому у нас есть модераторы, которые тоже их фильтруют, и мы в регион по итогам экзамена отправляем такие метки, а дальше государственная экзаменационная комиссия принимает соответствующее решение. То есть 10-20 компьютеров, все, больше ничего не надо для ситуационного центра. Они в школах есть, они в вузах есть, но если в вузах нет до сих пор компьютеров, то это действительно, там финансовые проблемы очень серьезные. В Академии Кутафина, это их электронная библиотека, там библиотека на этот период, значит, работает как ситуационный центр, часть библиотеки. Если это практика ножками, так скажем, студентов уходят у нас в пункты. Здесь снова не надо обязательно искать момент, где бы кто кому заплатил. В этом году мы вам предлагаем модель принять участие. Не стопроцентная может быть каждому вузу, но уже начать эту работу. Хотя бы выйти в столице своего региона или по месту нахождения своего города, в тот город, где вуз находится. Дойти до той или иной школы, ну, таких городов, как там Казань, Уфа больших, в округе не так много, да, и в принципе все в шаговой доступности. Поэтому на практику он закрепляется к определенному пункту прохождения экзамена, выяснить, может, не все живут, не у всех у вас есть общежитие, выяснить ближайшее для него, и вот на этот период он выходит туда. Я думаю, тоже для этого денежные средства не требуются. Другой момент. Мы приходим в педвузы, и они все жалуются. Вот сел приезжают в столицу, больше не возвращаются, значит, в свое родное село. Переизбыток, значит, в городе учителя, а сельских учителей не хватает. Пусть выходец из того или иного муниципалитета, ваш студент будет в этот муниципалитет направлен в качестве общественного наблюдателя, но надо сделать так, чтобы он выходил в пункт, не в родном, если в родном селе его этот пункт проведения экзамена, то вот этот момент учитывать не надо его туда отправлять, а в соседнее село, ну или по району в целом. Он там месяц поживет, в школу походит, может, ему школа понравится, он школе понравится, ему предложат уже работу, вот закончишь, придешь, значит. Как правило, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. На селе сейчас работы другой нет, и та зарплата, но и жизнь там подешевле, чем в городе, да, и та зарплата, которая выплачивается при всей инфляции, значит, сейчас учителям в сельском месте, она достаточно достойная при том, что нет других рабочих мест на селе, понимаете. Поэтому это тоже один из элементов, как в школу ребят, чтобы в школу ребят вернулись в свои родные школы. Это, конечно, не самоцель, но на самом деле поговорка «где родился, там пригодился», она значимая, и, я думаю, не просто так родилась. Значит, форма общественного наблюдения, которую мы вам еще раз предлагаем вузам, которые надо желательно организовать, это общественное наблюдение ногами, как я уже сказал, с выходами, и онлайн-наблюдение. Организация институционных центров на базе вузов и наблюдение за пунктами, которые определит региональное министерство. Взаимодействие с вузами, вот что значит трехстороннее взаимодействие? Это соглашение или договор, формирование заказа и список отобранных студентов. Студенты, еще раз я говорю, должны быть, как правило, успешные, подготовленные, обученные. Значит, контроль над этим трехсторонним взаимодействием остается за Рособорнадзором. В 85 субъектах, в одном из субъектов, по объективной причине, со сменой руководства, там не прошло совещание. Трехсторонние совещания уже в 84 субъектах Российской Федерации прошли. Но на этом остановиться не надо. Мы где-то в районе февраля месяца, в конце февраля, еще раз данные со всех министерств и вузов соберем, к чему пришли, какое количество тот или иной вуз общественных наблюдателей представляет, как работа проводится. Еще раз, коллеги, 17-й год – это режим такой light, когда мы еще сильно ругаться не будем, мы будем ворчать, так скажем, за то, что вы еще не участвовали. Если с 1 сентября 17-го года вы, мы понимаем, что в этом году мы материалы, которые сейчас будут представлены, еще разрабатывали, вы, соответственно, не могли их включить еще в свои учебные планы. Но то, что мы сегодня представим вам, снова ваши замечания готовы выслушать. И если вы не примете это к 1 сентября в производство, то тогда мы уже ворчать перестанем. Другие методы у нас будут включены. Механизмы воздействия на вас у нас есть, вы это знаете все. Поэтому лучше включиться в этот вопрос и быть на том слайде, где хвалят, чем потом у вас будут уже показывать, что никакого участия не принималось. Если по вине регионного регионального министерства происходит саботаж, то мы тоже от вас эту информацию будем иметь, тогда будем разбираться с региональным министерством или департаментом. То есть кого-то упрашивать мы не собираемся. Наталья, пожалуйста, покажите. У нас были вопросы к тому, что те материалы, которые мы сегодня представляем, трудно найти на самом деле. Сейчас мы продемонстрируем. Вчера я дал поручение своим коллегам. Мы прямо на главную страницу основного сайта Единого государственного экзамена на главный портал вывели. Вот. Видите, красным специально выделили. Как только вы открываете сайт ege.edu.ru, появляется основная страница и общественное наблюдение в УЗ-практике. Нажимаете на данную кнопочку, значит, и сразу у вас автоматически все материалы скачиваются на ваш компьютер. Вот нажмите. Вот у нас уже скачано было. Да, уже скачано. И вот все материалы, которые дальше Наталья Васильевна в своем докладе расскажет, здесь все материалы по организации практики, они абсолютно бесплатные, в свободном доступе. Знаете, мы когда эти материалы разрабатывали, у нас были консультации с регионами. Еще раз мы отдельно Гулинару Закариевну тоже хотим поблагодарить, как регион, который тоже выступал экспертом в разработке этих материалов. У нас четвертое сегодня совещание, серьезных вопросов, замечаний к материалам нет. Нет, просто надо оттиражировать, вписать данные фактически в свои вузы, кафедры, студента и начать работать на самом деле. То есть мы к чему вот такой большой объем работы провели, чтобы потом у нас не было отговорок, что по какой-то причине у нас эта работа не выстраивается. Использование результата в общественном наблюдении, в принципе, я уже сказал, для каждой стороны на самом деле они очень, очень важны. Сейчас есть некий дисбаланс, мы причины хотим понять, и они уже явно вырисовываются, почему вузы, недовольные выпускниками, вот, выпускниками, которые приходят. Там есть несоответствие, там есть и жалобы со стороны выпускников. Недавно прошел форум «Стопбальников», где они четко сказали, вот они отличники, они школьную программу хорошо освоили, победители Олимпиад, ну вот трое-четверо задали вопрос министру, что в том или ином вузе они тот школьный предмет, который освоили на отлично, приходят в вуз, условно, высшая математика, и им без всякого перехода начинают читать лекции и предметы, совершенно пропуская несколько уровней тем между этими. Им приходится осваивать, и самый трудный получается у нас первый год. Почему это происходит, надо выяснить, мы тоже должны вот этот люфт ликвидировать, и тогда вот этих замечаний, что школьники сейчас слабее приходят или сильнее, вот это недовольство тоже у нас уйдет. Всем коллегам советую еще раз зайти на сайт Федерального института педагогических измерений, здесь много среди вас предметников, и посмотреть контрольно-измерительные материалы, демоверсии, то, что будет в этом году. У нас много спикеров от вузов слышали, так скажем, что-то 9-7 лет назад и думают, что там в ЕГЭ, в контрольно-измерительных материалах ничего не поменялось. Вот зайдите, посмотрите, тот предмет, который вас интересует, и прежде чем критиковать контрольно-измерительные материалы, хотя бы с ними просьба ознакомиться. Вот просьба ознакомиться, я серьезно говорю, я надеюсь, многие из вас будут приятно удивлены. У нас нет тестовой части с выбором одного ответа, кроме иностранных языков. Вот нет ее. Нет угадаек. У нас нет в контрольно-измерительных вариантах вопросов, которые можно вызубрить. Практически из всех предметов они удалены. Там надо додумать каждый вопрос. Понимаете? Шпаргалка, которую он несет до экзамена, если нет утечки в интернет, она не имеет никакого смысла. Нет вопроса в истории, кто такой Кутузов. Или когда началась и закончилась Великая Отечественная война. Нет таких элементарных вопросов. Понимаете? На зубрежку. Поэтому посмотрите историю. Очень интересные контрольно-измерительные материалы. Работали над ними не мы, сами историки, предметники. Они разработаны в соответствии с историко-культурным стандартом. Но вот я лично, и вы, я уверен, посмотрите просто историю. Так просто историю, а так тяжело. Вот сейчас я считаю, что ребятам, выпускникам, очень по сравнению с нами, прошлым выпускникам, тяжело, тяжелее сдавать историю. У нас было три вопроса или два у кого-то. Мы их знали, что из 90 или из 60 по-разному. Заранее могли их выучить, значит, повезло, не повезло. Кто-то все выучил, кто-то не все, забыл что-то и так далее. И в школе мы сдавали. Сейчас там 20 лишних вопросов. Одна часть на логическое размышление, другая по тексту историческому, надо свои выводы дать. И третья историческое эссе. Понимаете? Там очень серьезный подход. Поэтому, прежде чем что-то говорить, надо с этой проблемой быть серьезно ознакомлены. 1 сентября каждого года мы ввешиваем демо-версии для обсуждения. Вот у нас миллион заходов на сайт, миллион заходов в сутки. Контрольно-измерительным материалом за два месяца при таком количестве заходов было 89 предложений. Это по 10 лишним предметам у нас. То есть на математику было всего лишь 9 предложений. При миллионе заходов в день. Понимаете? И когда кто-то начинает критиковать, не посмотрев и не выдав свое предложение, это у нас вызывает особое удивление. Поэтому я к чему говорю? Можно критиковать, мы не против. Но когда человек не в теме критикуют, это одна история. И второй момент, мы вас тоже призываем свободно заходить и давать советы. Значит, каждый год с 1 сентября по 1 ноября есть время, когда контрольно-измерительные материалы можно внести изменения после общественного обсуждения. У меня, в принципе, все. Как я уже сказал, вопросы-ответы мы сделаем заключительную сессию по итогам работы за целый день. И по итогам работы секции мы еще раз соберемся, подведем итоги. Там вы сможете задать все вопросы. Если вы снова не против, тогда я передаю слово заместителю председателя Российского Союза Молодежи Владимиру Петровичу Селину. Он расскажет про опыт проведения государственного итога аттестации Российским Союзом Молодежи. Добрый день, уважаемые участники семинара. Российский Союз Молодежи участвует в системе мониторинга единого госэкзамена, подготавливая федеральных общественных наблюдателей с 2014 года, когда эта система была введена. Мы с первого года участвуем. И здесь хотелось бы отметить, отличие от других федеральных округов, в которых мы присутствуем, студенты Переволожского федерального округа практически с 2014 года тоже участвуют в этом федеральном общественном мониторинге. В 2014 году, впервые, когда мы начали осуществлять мониторинг, мы проводили эту работу в девяти субъектах Российской Федерации. Два из них были Республика Башкортостан и Республика Татарстан. Собственно говоря, поэтому на протяжении всех трех лет реализации этого большого проекта студенты ваши уже участвуют наравне с другими регионами и имеют уже трехлетний опыт реализации данного проекта. За три года у нас прошло много событий в рамках проекта. Мы с каждым годом увеличивали количество наблюдателей, с каждым годом увеличили количество работы. И у нас сформировалось большое массовое студенческое движение. Оно волонтерское, поскольку студенты идут добровольно на эту работу. Мы не заставляем никого. Мы, конечно же, обращаемся к вузам за помощью подбора кандидатов, студентов, но из-под палки никого не заставляем выходить. Самое главное, чтобы студенты шли понимая, что это важно для них, тогда и сам процесс мониторинга будет более качественным. То есть, когда он осознает, для чего он идет, куда он идет, какая работа, будет осуществляться, ну, соответственно, и подход другой. Мы очень большое внимание уделяем образовательной программе. у нас ежегодно для всех наших общественных наблюдателей, которых мы объединили с этого года в такое понятие, как корпус общественных наблюдателей, проводим образовательные семинары, поскольку считаем, что наблюдать тоже надо учить. Самый главный лозунг наших всех образовательных семинаров это не навредить. Все наши студенты, вот сзади сидят от корпуса наблюдателей Республики Татарстан, они знают, что приходя на экзамен, на мониторинг, они своими действиями могут обредить тем ребятам, которые пишут экзамен. Это очень важно. Они сами два-три года назад писали также экзамены и понимают, как важно так, чтобы их работа была незаметной. Но в том же элемент для нас очень важно, чтобы они понимали всю процедуру. Поэтому наш корпус общественных наблюдателей получает всю нормативно-правовую базу, необходимую для наблюдения о том, как заходить, как проходить, что проверяют. И они уже, как здесь написано, реально профессиональные ребята по оценке качества образования и мониторингу ЕГЭ. Потому что они зачастую на уровне организаторов в пунктах проведения экзамена знают весь процесс проведения ЕГЭ и могут не только за свою работу отвечать, но иногда подсказывать даже организаторам в аудиториях либо в неаудиториях, как тот или иной процесс их наблюдают. Наши общественные наблюдатели с точки зрения общественного наблюдения нормативной практики ничем не отличаются от обычных общественных наблюдателей, которые приходят на пункты. Они также подают заявление в Министерство образования субъектов, либо в то учреждение, которое уполномочено регистрировать общественных наблюдателей. Также получают удостоверение для пропуска на те или иные пункты. Единственное, чем мы существенно встречаемся, это у наших ребят задания на мониторинг чуть-чуть шире, чем общественные наблюдатели. По просьбе государственного надзора мы мониторим весь процесс проведения госэкзамена, смотрим аудитории, смотрим классы, смотрим коридоры, смотрим, как вообще процесс организован, смотрим, как вход осуществляется. Иногда рекомендации поступают в региональные медсельства и ведомства, и какие-то процессы улучшаются. Появляются медпункты, лучшие медпункты, более компактные пункты проведения экзаменов проводятся. То есть наша работа, точнее работа наших студентов, корпуса общественных наблюдателей, она очень обширная, и по нашему мнению за три года опыта очень важная, и очень много вещей мы внесли. В этом году у нас отработало 3320 студентов, 164 эксперта было на проекте, эксперты Точиных ГЭК, они готовятся отдельно, 3320 наблюдателей было, это именно студенты. В этом году мы гордимся тем, что мы смогли так или иначе организовать федеральное общественное наблюдение на территории всех 85 субъектов Российской Федерации. В досочный период ЕГЭ проводился в 81 субъекте России, мы во всех субъектах вышли, там экзаменов меньше, там ребят сдают меньше экзаменов, как бы основная наша работа является на основном период это июнь месяц. В то же время у нас в этом году мы впервые выходили на мониторинг ОГЭ, это 9 классы, и это тоже было по просьбе Рособнадзора, это было впервые. Мы с 43 регионов Российской Федерации вышли и посмотрели, сравнили и дали свои рекомендации по организации процедуры. Отчасти эта задача очень важна была, потому что ребята, сдавая экзамен сначала в 9 классе, они видят, как процесс организован, а мы все знаем, что процесс организации ОГЭ, он полностью лежит на местных органах экспонтовласти, ну то есть на уровне субъекта, а ОГЭ 11 это больше федеральная составляющая, и там четко процедура прописана. И вот сравнение наших наблюдателей показали, что очень часто ОГЭ организован менее качественно и менее контролируемо, поэтому многие школьники думают, что в 9 классе все-таки легко было сдавать, собственно говоря, и в 11-м будет так же легко со шпаргалками и телефонами. Это я сейчас говорю по некоторым вещам абстрактно, с точки зрения всей Российской Федерации, где у нас ребята поработают. Владимир Петрович, можно перебью, он достаточно культурно, чтобы никого не обидеть, вот так острые углы обходит, говорит, вот 25 регионов в этом году мы 7 декабря было сочинение, в 25 регионов мы отправили ребят посмотреть, как процедура происходит. Ну, вы заметили, наверное, третий год здесь пресса ушла, наверное, уже, надеюсь, значит, вот. Третий год сочинение спокойно проходит, потому что нет камер, нет наблюдателей, они в своих школах пишут все, когда все пишут в своих школах, сам учитель на себя жаловаться не будет, ученик, ему всем, родителям, всем комфортно, конечно, не будет жаловаться. В 25 регионах, совершенно разношерстных, все понимают, да, что в СКФО всего лишь 7 регионов, да, вот, в 25 регионах мы в разных округах выставили ребят, безобразно происходит процедура, просто безобразие творят, списывают, учителя помогают, телефоны лежат и так далее и тому подобное. Мы были противниками того, чтобы сочинение учитывалось при поступлении в ВУЗ. Как только эти 10 баллов появились, все решили эти 10 баллов сделать. и мы проверяли некоторые на плагиат, там рукой написано, понимаете, если бы это был на экзамен на компьютере, было бы легко сразу выявить. Сплошной плагиат и так далее и тому подобное. Когда вот взрослые начинают мыслить, да что вы там, как вот поэтому, да и так и вся у нас страна честная, честная, и глаза у всех честные, да как учителя будут помогать, не помогают. Коллеги, помогают и будут помогать и в школах, и в ВУЗах, и в СУЗах, пока отсутствует прозрачность и организованный контроль. А может убрать болезнь саму? Ну хорошо, взамен. Взамен? Система была аттестатов. Система была аттестатов. В школах как происходил экзамен? Ну что мы сейчас отлить? Я не просто учитываю. Я даже болезнь не в этом лежит, а болезнь лежит на мой взгляд другом. Мы отучились объективно оценивать. Начиная со школьной оценки. Ну вот надо приучить, в какой бы форме выпускной экзамен не проходил, если, вот неважно, он ЕГЭ или в старой форме. Система была будет такая, вы поступали, я поступал, если, будет нормально. А вы сейчас уверены за все вузы, вы можете уверенно сказать за все вузы, что они объективно проведут у себя экзамены, поступят те, кто должен поступить? Я скажу, что ЕГЭ наносит по крайней мере пять мощнейших подарков по системе образования единственной России вообще. Пять. Вот я как ректор в Европе что-то. Ну, смотрите, я всем гау... Ну, я согласен. Центрарьоз, даже у тебя будут подключаться, но я думаю, что надо ту саму болезнь выбрать. Их же вы... Ну, а как вы расскажите, если панацея была, мы здесь вообще... Вы гарантируете моему младшему брату, что поступая в ваш вуз, будет стопроцентно объективно проведена процедура приема экзамена? Я гарантирую только одно, что когда я поступал в Казанский университет и закончил его, остался работать на кайфе, что никаких благ, никаких взятых... Ну, это какой год был? Да. Это какой год был? Да. Ну, дай Бог, чтобы все в 1972 год вернулись, поступили в Казанский университет. В 1972 году, в 1972 году, если бы провели опрос самых коррумпированных структур, то там первые пять позиций силовые структуры не занимали бы, понимаете? Поэтому и коррупции не было. Сейчас, по всем вопросам, первые позиции занимают силовые структуры, а там на седьмом месте образование, а на восьмом медицина, понимаете? Вот. Поэтому мы в своем сообществе, если самоорганизуемся, то действительно остатки того, что есть, мы развалим в принципе до конца. Неважно, в какой форме будет проходить экзамен. Один раз в школе, один раз в УЗИ или единый в УЗИ. Да. Какая бы форма не проходила, мы сейчас говорим о том, вот мы проводим всероссийские проверочные работы. Это контрольная работа, обычно разработанная нами на федеральном уровне и снова отдается школе. Мы говорим школе, проводите, и учителю говорю, вы проводите это для себя, для оценки выставляете классу, для себя, чтобы понимать, что вот это контрольная разработана на федеральном уровне, чтобы у вас было в первую очередь понимание, на каком уровне вы по отношению к стране и ваши ученики. Они единственное, заполняют это в базу данных. Что бы вы думали? У нас целыми муниципалитетами все отличники. Мы говорим им, зачем вы это делаете? Они боятся, что вот из этой контрольной будут делать какие-то выводы, их снова или премируют, или накажут и так далее. То есть перед нами действительно сейчас задача стоит научить учителя с самого начальных классов выставлять то, что он заслужил. А у нас часто, вот по медалям, вот вы вузовские работники, вот было у нас совещание, не буду говорить, где, и там на нас накинули, сказали, почему вы не учитываете медали, вот при поступлении их надо обязательно сейчас учитывать, количество баллов за это добавить и так далее. Как вы думаете, вот сидящие в здании, как только там накинут 20 баллов за медаль, что количество медалистов вырастет или упадет? Увеличится, правильно? Оно увеличится не за счет того, что эти медалисты резко начали учить, потому что эти медали начнут раздавать, продавать, к сожалению. Все стали золотыми. Понятно? Ну вот, очень, когда мы сказали это, Сергей Сергеевич получил замечание, сказал, я была директором школы, вот я была директором, как вы плохо думаете вообще об учителях в нашей школе, а школы на 40, свыше 40 тысяч, такого не было и не будет никогда. Ну, мы не стали спорить, там пожилой человек. К сожалению, 90-е годы сделали то, что сделали и сейчас мы собираем, так скажем, камни. Вот я про сочинение говорю, отдали школе, проводите, ну, проводите честно, вы же вузы надеетесь, что и просите, есть предложение, чтобы школа вместо зачет не зачет сама выставляла эти баллы, вот все придут с 10 баллами, вот все придут с 10 баллами, потому что вот в чем весь дисбаланс, поэтому если мы проводим какие-то процедуры, если мы пытаемся еще что-то, портфолио создать, ну, взвешенные должны быть подходы, если мы эти баллы, а баллы это поступление, сразу появляется мотивация к нарушению, если мы уж туда ввели, тогда надо и контролировать, вот такая ситуация сейчас существует, я к чему говорю, мы не должны обольщаться тем, что происходит, я вот вчера привел пример, у меня в приемной мы взяли секретаря, долго мы искали, вот выпускник педуниверситета, не буду говорить какого там ведущего в стране, там чуть ли не красный диплом, 5-10, вот токенное резюме, значит, все, первое задание, я там начитал, вот разошлите по электронной почте текст, задание там под подчиненным, кто что должен сделать, мне один из подчиненных потом аккуратно делает звонок, говорит, Анзон Ахмедович, вот там поручение пришло, ну как-то ему неудобно, что случилось, говорите, как есть, ну вы там, я вот перешлю, вы его почитаете, а так как это поручение такое, без подписи, оно в электронной, я улетал, что ли, в командировку, текст там на 5 предложений, мама слова, если было, наверное, было бы 10 ошибок, это выпускник педвуза, он писал в кроме дипломной, да, он, были курсовые работы, зачеты, экзамены, и вы хотите сказать, что ни один преподаватель вуза этого не видел, что ли, это не региональный вуз, коллеги, это столичный вуз, понимаете, так я о чем, там красным, подчеркивать, можно было вот это хотя бы посмотреть, слава богу, что этот выпускник в школу не пошел, понимаете, что я пострадал один, а не 40 там человек там или больше, кому преподавалось бы это все, ну, нет сейчас, мы не можем сказать, ни один, к сожалению, как бы мы ни пытались в сотню входить, нет у нас до сих пор даже вуза, где можно было сказать, что какое-то вот это зло с необъективным оцениванием не существует абсолютно, и я знаю, что каждые вузы борются у себя внутри с этими составляющими, ну, к сожалению, оно есть, но надо с этим бороться, вот в школьном образовании мы пытаемся ряд методов выполнить. Всероссийские проверочные работы, государственная итоговая аттестация в девятых классах ЕГЭ позволяет по каждой школе выстроить диаграмму, и мы уже точно видим ситуацию в той школе, которая занимается враньем, понимаете. У нас нет еще до сих пор ни одного региона, у которого бы результаты, средние баллы по ЕГЭ, по тому или иному предмету, были бы выше результатов по ОГЭ в девятых классах. О чем я говорю, из девятых классов, по идее, по логике, уходят самые слабые в техникум, остаются самые сильные, вот этот столбик ЕГЭ должен быть как минимум на треть выше девятых. У нас нет ни одного региона, где хотя бы были одинаковые столбики. В девятых классах процедура проходит на уровне региона, на уровне школы, и мы с федерального уровня не вмешиваемся. Поэтому это все пронизано, конечно, мы за один день все это не исправим, но вот оно есть. Поэтому через это проходили и другие страны. я думаю вот в сведении Владимир Петрович говорит о том, что у студента участвуют и в независимой оценке будет говорить или сказал уже вузов. Поэтому этот институт надо все-таки развивать и в этом направлении двигаться. А в какой форме будет проходить экзамен? ЕГЭ он, не ЕГЭ, это все равно экзамен. Какие-то вопросы без экзамена отсутствует мотивация к познаниям. У нас так ребята перестали читать. Как только пришло сочинение, как только усилились меры по литературе и так далее, у нас мы видим это по работам. Приступать к развернутой части начали приступать только, мы еще о качестве не говорим, уже свыше 90% случаев. До введения сочинения, до изменений в литературе и русском языке в кемах приступало меньше половины к творческой части. Писать разучились выпускники. Поэтому здесь еще предстоит много работы. в какой форме бы он ни проходил, нужна объективность. Вот ее не будет. Все, что мы с вами сделаем на всех уровнях, она просто зря. Валерий Курасович, долго. Ничего страшного. И продолжу, в 43 регионах были на ОГЭ, тоже помогали Роскомнадзору выявить, как вообще организован процесс. То есть наши студенты подходят к тем или иным вещам более качественно, более обширно, как на саму процедуру проведения экзаменов в субъектах. Иногда по зданию Роскомнадзора мы приходим в регионы, в классы, наблюдаем правильно установлены камеры, потому что камеры сейчас видеонаблюдения практически везде есть, онлайн-наблюдения, где-то есть оффлайн-наблюдения, но онлайн-наблюдения везде где-то есть. Ну и почему-то получается так, что перед экзаменом меняются ракурсы камер и так далее и подобное. Вот мы тоже в этом работаем, проверяем, смотрим. И задача здесь не то, чтобы поймать какого-то студента, ой, школьника, да, и учим этому, а задача здесь сделать так, чтобы у всех школьников, зашедших в аудиторию, были равные права для сдачи экзамена максимально, потому что зачастую ну и то, с чего начиналось федеральное общественное наблюдение в 2014 году, это его специфика и суть, того, что из одного региона ребята выезжают для мониторинга в другой субъект федерации для среза знаний. В 2014 году это были постоянно все регионы Северо-Кавказского федерального округа, в 2014 году был Татарстан и Башкортостан, студенты обменивались друг другу, приезжали друг в гости, за что спасибо большое обеим республикам за прием. И в этом году у нас таких выездных наблюдателей было в 33 субъектах. Мы в 27 субъектах набирали студентов и в 33 субъекта они выезжали по всей России. Мы нам мониторим и ТВУ, и мониторим и Санкт-Петербург, и Москву. И вот чтобы не было понимания вообще общественного наблюдения того, что вот специально там наблюдают Кавказ, потому что там плохо, либо еще. Мы так, во-первых, ну, конечно же, субъекты мониторинга федерального, когда выезжает другой субъект, определяют Руслан-надзор, по итогам работы по году, для профилактики. Ну, просто посмотреть, снять срез. Где-то происходит, что слишком большие завышенные оценки ежегодно, да, проверяют. И хочу сказать, что мы ведь не только выявляем нарушения, но мы подтверждаем то, что есть хорошо. Вот выехали в субъект, подтвердили, что да, действительно, как бы нет замечаний в самой процедуре проведения экзаменов. Вот. И в качестве примера приведу, что у нас не только Кавказ наблюдают, но и сами ребята с Кавказа выезжают. Допустим, у нас 50 студентов ЧГПУ Чеченского Госпедуниверситета выезжали в Москву наблюдать, а 50 студентов Кабардино... Нет, Чечня выезжала в Санкт-Петербург, а 50 студентов Кабардино-Балканского Госпедуниверситета выезжали в Москву для наблюдения и работы в качестве общественных наблюдателей. Мы готовы в следующем году из округа лучших студентов направлять тоже в какие-то регионы. Например, Москва ежегодно предоставляет... Сколько? 100 человек. 100 человек. Они и питание, и общежитие организовывают, чтобы за ними... Они вот... Калина Исаакович, ну, кто знает, руководитель департамента, сам вышел с инициативой, за свой счет принимает... Ну, кроме дороги, он принимает общественных наблюдателей, и он заинтересован, чтобы экзамен в Москве проходил в присутствии общественных наблюдателей из других регионов. И вот эта практика тоже... А когда ребята из Чеченской республики, из Кабардино-Балкарии, ну, я сам Северного Кавказа, кто не знает, я, чтобы ну, в первый год не было конфликтов с ними встречаю, ну, каждый год практически мы встречаемся, прежде чем они в Питер поедут, они сидят, руки потирают, вот мы докажем, что у нас там не только у нас, у них тоже есть проблемы. Знаете, как мировоззрение поменялось, когда студенты Чеченского государственного педауниверситета поехали в Питер, я до встречи и после мы до пообщались, они сейчас уже у себя в регионе выходят и вопроса качества нет, они, я говорю, ну как, Антон Зорхмедович, мы вообще поражены, мы думали, что ни одного телефона в Санкт-Петербурге это все замыливается, это все неправда, мы увидели, что просто ребята не несут телефон, они подготовлены, у них совершенно другая мотивация и культура, их культуре научили проведение экзаменов, то есть этого у нас дома нет, мы сейчас со своими сверстниками будем работать, то есть вот как меняется в этом проекте тоже вот социальная значимость его, вот эти домыслы, слухи, а тот, кто приехал на Северный Кавказ, вот я год провел в Дагестане позапрошлый, и мы там перед каждым миге распределяли молодых людей, кто куда поедет, мы решили, так, горные села ехать далеко, утром там по 4 часа, я говорю, так, мальчиков распределяем в села, а девочки остаются, вот там трасса есть федеральная, вот в пунктах, чтобы им недалеко удобно, и девочки все говорят, нет, а что это такое, значит, мы уже Дербент, это самый старый город России, значит, Махачкалу видели, мы хотим посмотреть красоту, значит, города Дагестана, что это за дискриминация, нет, нас вот направляйте в такие пункты, это о том, что там кого-то запугивают, боятся, не боятся, то есть абсолютно этого молодых людей нет, они с удовольствием встречаются, знакомятся, к ним прикреплены обычно студенты из региона, у них в социальных сетях уже потом группы, дружба, стереотипы друг о друге стираются, такой очень серьезный социальный проект в итоге получается, он стирает вот это вот недоверие, которое, к сожалению, снова же в 90-е годы всех растравили, ездить мы перестали мало по регионам и жили там слухами, да, и вот эти стереотипы тоже благодаря этому проекту у нас очень серьезно исчезают. Ну вот на следующем слайде вы видите, как развивалась система мониторинга и участие студентов в системе мониторинга. В 2014 году РСМ начиналось с 547 студентах участвующих проектах, но тогда были только 9 субъектов. В следующем году мы предлагали уже самим присоединяться по желанию студентов с субъектом, их увеличилось, и в этом году мы предложили всем 85 субъектам принять участие в корпусе общественных наблюдателей. Где-то, конечно, это так как Чукотка или Камчатка, это 5-10 наблюдателей федеральных, но где-то и до 200 федеральных общественных наблюдателей проходят это общая инициатива. И в целом получилось, что 3 320 студентов уникальных появилось у нас в работе. У нас есть постоянные субъекты, которые с большим желанием участвуют, всегда просятся на выезд куда-то. Это студенты и Астрахани, и Татарстана, кстати, и Ростова, и Волгограда. У нас впервые были такие моменты, когда родители, педагоги Волгоградской области не хотели отпускать в Кабарин-Волгарингу Ингушетию, а студенты сами теперь с каждым годом просят, поскольку увидели культуру, бытность Ингушетии, Кабарин-Волгарии, им это понравилось, они впервые увидели горы, познакомились, то есть это реально очень серьезный, интересный проект, направленный на разные вещи, потому что мы, когда вывозим студентов в соседний субъект, пытаемся в те дни, когда нет экзаменов, показать историю, культуру данного субъекта. Это касается не только Кавказа, но и Липецка, Брянска, Саратова, Самара и так далее и подобное. Ну и, конечно же, несмотря на то, что это серьезная работа, это волонтерская, но работа, потому что мало того, что студент, который выходит на пункт в собственном регионе, это фактически ты перестаешь в 7 утра, как обычно, в 7.30 утра, приходишь к 9 на пункт, мониторишь 4 часа, иногда до 4 часов вечера, и возвращаешься. В выездных субъектах это гораздо сложнее. Даже по опыту республики Татарстан, многие студенты, приезжающие вас на мониторинг, а у нас в последнее время стала работать традиция 1 плюс 1, то есть один выезжающий, приезжий студент, это один местный, выходит в паре вместе, и в час ночи приходится выезжать, и в 2 часа ночи приходилось выезжать, а в республике Дагестан в 6 вечера приходится выезжать из места дистанкации студентов, чтобы в 9 утра он нормально мог выйти на пункт проведения экзаменов. Так что это серьезная работа, с которой студенты уже на протяжении 3 лет справляются. Такие республики, как Дагестан, это и Башкирия, и Татарстан, и там Свердловская область, они очень обширные по территории, поэтому там нужно заранее выезжать. Собственно говоря, несмотря на это, количество студентов возрастает, желающих участвовать в проекте, значит, что им интересно и важно. И в некоторых субъектах, где уже 3 года работает проект, есть даже конкурсная составляющая. Для выезда мы стараемся выбирать лучших, и у нас обязательно происходит тестирование, собеседование студентов. Для нас очень важно разговаривать с студентами о том, что они делать будут, как будут наблюдать, что они наблюдают, что они сами не принимают решения, а только сообщают о том, что не видят либо члену ГЭК, либо руководитель ППЭ. Если ни руководитель ППЭ, ни член ГЭК не реагирует на нарушения, то, соответственно, он тут же сигнализирует нам, и, как Анзор Ахмедович говорил, что в Рособнадзор напрямую, то есть сообщают и уже в течение часа видят реакцию из Москвы либо из субъекта на то или иное происшествие, что было. Тем самым студенты в онлайн-режиме видят, что любое их дело, оно слышится кем-то, принимаются решения фактически тут же в течение часа либо в течение дня. Это вот такая очень уникальная система нашей взаимодействия от пункта до Рособнадзора через РСМ, что студенты реально видят итоги своей работы в этот же день. Не потом через месяц, через два, через год, а сразу же. Ну, а результаты потом больше. И что касается непосредственно Приволжского федерального округа, то из общей массы 22,5% было наблюдателей в Приволжье, 747 студентов, 62 образовательных организаций участвовало, в целом студенты 62 образовательных организаций, где-то один студент, где-то больше. Когда Анзор Ахмедович говорил в начале про вузы, он говорил о педвузах. В этом году мы начали правильно работать с педвузами, 130 вузов собрали в начале года, но по факту пришли не все. Но в целом интерес студентов в проект не только педвузы. университеты классические, которые выпускают педагогов. У нас и медики, и аграрии участвуют в технике, технологические вузы с удовольствием. Студенты выходят, мониторят, и мы не воспрепятствуем участию в проекте. Просто в этом году мы сделали упор именно на привлечение педагогических вузов как будущих педагогов, в котором это все организовывать. Ну и, соответственно говоря, вот примерная разбивка по субъектам, как это было в 2016 году, в каком субъекте. Здесь специально именно только федеральные общественные наблюдатели, в каком субъекте, где были, общие количество которых мы приняли к зачету. Может быть, с вашими данными, если ваш студент участвует, может разниться где-то плюс-минус. И я хочу поблагодарить и те регионы, из которых студенты выезжали в этом году. Вы видите на мониторе, что из Башкирии в этом году в Морел и в Челябинск выезжали ребята, из Оренбурга выезжали в Башкирию, из Самары выезжали в Пензу, в Чувашию, из Саратова выезжали в Татарстан, выезжали в Мордовию, в Ашкирию тоже. Ну и, собственно говоря, многие субъекты здесь принимали студентов за то, что за это тоже благодарим вас, что вы наш студентов приняли, обогрели, показали экскурсию, показали свои субъекты. В целом, количество выходов ППЕ, которые возначены во втором столбце, в третьем столбце, это показывает, сколько всего выходов сделано было в субъекте. То есть один экзамен, это один выход. Вообще, максимально мы стараемся делать так, минимально, точнее, мы стараемся делать так, чтобы в основной период ЕГЭ мы, как минимум, промониторили три главных экзамена. Русский, математика, общество знания. Самый массовый, необходимый экзамен, русский, математика, обязательный, общество знания, самый популярный по сдаче экзаменов. Это тот минимум, который мы стараемся посетить. Но в целом, по региону, особенно там, где выездные наблюдатели, они у нас реально живут либо две недели, либо весь месяц в субъекте. И вот видите, на примере республики Башкортостан, то есть тот один у нас федеральный наблюдатель был, 762 выхода. То есть в среднем, в среднем, один студент вышел 7 раз на 7 разных экзаменов на мониторинге ЕГЭ-11. Ну вот есть субъекты, где у нас не задалось, чуть-чуть там, с Мариэл. И в республику Мариэл мы приглашали не из Приволожка федерального округа студентов, там было федеральное наблюдение привозное. Поэтому здесь не указано. Здесь именно тех ребят, которые мы находили, собственно, в субъекте России. Ну, как бы, не стоит это брать, как кто лучше, кто хуже работает, потому что в некоторых субъектах брали за правило лучше взять, допустим, больше студентов, они один-два раза выйдут, а некоторые регионы брали за правило лучше мы возьмем 30 студентов, пусть лучше они 7 раз выйдут, но зато мы будем уверены в каждом из них. Поэтому это не говорит, что кто-то лучше работает, кто-то хуже. Ну и те планы, которые мы ставим на 2016 год, откуда сложились эти планы примерные? Как говорил Антон Дракмедович, мы ориентируемся на общее количество пунктов в субъекте. Вот если, допустим, в Пензе примерно 60 пунктов, ну там меньше 60, мы округляем всегда, то мы примерно даже приготовим 60 студентов. Будет возможность, необходимость выехать во все пункты Пензенской области, мы, конечно, выйдем, посмотрим каждый пункт. Не будет такой организационной возможности. Этих студентов направлены на Пензу, на крупные города, на селеные пункты и выйдут несколько студентов. Это наши планы на следующий год по федеральному общественному наблюдению в каждом субъекте РФ. Ну и наверняка, если будет такая просьба либо пожелание Рособнадзора, кто-то из этих студентов сможет выехать на мониторинг в соседний субъект РФ. Какие планы мы ставим на 2016 год также? Во-первых, усиление образовательной программы. Нормативная правовая база меняется, какие-то вносятся изменения в проведении ГИА. Студенты наши должны знать об этом. Мы хотим набрать в ЦРМ по России 6 тысяч наблюдателей. Ну, обучаются с этим немного. Вы видите показатели. Для нас очень важна образовательная составляющая. В следующем году мы будем вводить входные тесты, то есть студенты тестируются при входе на обучение, само обучение, как вебинары, так и очные семинары, и выходное, тестирование на выходе, то есть по итогам тех знаний, которые они получили. Также со всеми ними будет проводиться обучение. Мы планируем организовать в топливном виде обучение в каждом субъекте Российской Федерации на базе основных вузов, которые готовы быть нашими институционными центрами либо нашими партнерами по субъекту Российской Федерации. Если вы готовы к этому, возможно, уже на базе ваших вузов так и происходит, мы уже работаем хорошо в Фриворском федеральном округе, мы готовы сделать институционный центр на базе вашего вуза, проводить семинары образовательные для всех студентов республики вашим, на базе вашей образовательной организации и всю координацию с федерацией проводить через центр, находящийся в вашем вузе. Я просто вздумался. Будет, конечно, большая обширная кампания. Мы в январе-феврале готовы пройти с презентацией в каждом субъекте, в каждый вуз, рассказать, что такое федеральное общественное наблюдение, что такое региональное общественное наблюдение. С этого года оно практически не отличается. У нас федеральным общественным наблюдателем называется студент, даже не выезжающий в другой субъект. То есть студенты уже научили, могут, и мы им доверяем, наблюдать свой собственный субъект с точки зрения федерального общественного наблюдения по заданию, по той рабочей тетради Рособнадзора, которая есть. Если вы вдруг возьмете, сравните, общественный наблюдатель обычный переходящий пункт имеет только одну форму 18-маш, в которой есть несколько пунктиков. И они все смотрят галочки и все отмечают. Это для того, чтобы процедура проведения экзамена была максимально объективной для всех студентов. Поэтому работы у наших наблюдателей достаточно много и она очень серьезная. Как ее сощищать в спецпрактике потом расскажут, я не буду об этом устанавливаться. И мы планируем, что у нас будет федеральный институционный центр работать, как и работали все эти три года, куда вся информация стекается. У нас есть чаты, у нас есть группы ВКонтакте. Мы максимально быстро получаем любую информацию с пункта. Максимально быстро. Мы планируем сделать в этом году, потому что понимаем, что объективно оценить и быстро реагировать во всех 85 субъектах Сиджула. У нас будут окружные центры, куда будет стекаться предварительная информация общего характера, не трепещущего, не важного решения. Ну и в каждом ВУЗе у нас будет свой корпус. Мы готовы корпус создавать отдельно в каждом ВУЗе, который будет объединяться в общий корпус субъекта Российской Федерации. И за январь-февраль мы эту работу должны организационно всю закончить, чтобы в марте уже начать хорошее запланированное обучение. Собственно говоря, вот наш телефон горячей линии. Если у вас есть желание более тесно сотрудничать с нами, а я думаю, что у нас в любом случае будет желание, мы с вами уже сотрудничаем со многими из вас. Мы готовы тесно выстраиваться взаимодействие. У нас уже опыт хороший, я считаю, и те ребята, которые у нас работали региональными либо окружными координаторами, многие из них стали сотрудниками министерств образования. Так и веспублике Башкортостан произошло, так и в фрагментах во многих субъектах. То есть их с удовольствием после нашей практики такой жизненной приглашают в систему образования работать. Большое спасибо занимание в конце уже общей встречи я дам отвечу на вопрос. Вот еще раз, коллеги, мы не готовим каких-то карателей, так скажем, да, вот та тетрадка, которая есть у наблюдателей. В некоторых регионах вначале такое возмущение. Прежде чем экзамен начался, каждый общественный наблюдатель должен пройти и посмотреть, все ли соответствует требованиям и вплоть до того, что нормам санитарным. У нас на бумагах были в некоторых пунктах медпункты и врачи, так скажем, а в реальной жизни их не бывало. И вот ребята выходили, ставили метку, нам сигнализировали в пунктах, там, где никогда не было, кроме как на бумаге, медпункта, появились медпункты, появились врачи, где-то ракурс камеры не исправляют, об этом уже говорили. Где-то происходит, я уже еще раз повторяю, какое-то вот, когда заставишь молиться определенную категорию, они лоб прошибут. Да, когда некоторые взрослые просто самодурством занимаются, они выявляли, нам сигнализировали, мы пресекали. Вот для нас самое важное, чтобы процедура была комфортной для выпускников. Все-таки они приходят, волнуются, для них это важно. И когда какие-то элементы начинают их дергать, то они не могут на сто процентов выложиться. Условно, в той же республике Дагестан жара стояла два-три года назад в июне аномальная, было под тридцать градусов за окнами, закрыли все окна там, и наблюдатели нам сигнализировали, что невозможно в этой парилке вообще экзамен писать. мы связались с министерством, так как периметр МВД на себя взяла, взяли, чтобы на территорию школы вообще никто не заходил. То есть, окна открыли, всем стало хорошо дышать, жалобы прекратились, и никакого возмущения со стороны родителей и так далее не было. То есть, там очень много факторов, кроме того, что они наблюдают за тем, чтобы обязательно, это не обязательно выявить шпаргалку или телефон, это нам доложить готовность пункта, готовность оборудования, не сорвал ли тот или иной процесс. Вот в том году, в этом году была история с бланками, да, там не хватило. Я вам открою секрет, история с бланками, это не первый год, она всегда существовала. Мы специально запасом в регионы отправляли, ну, кто-то там не выдавал определенное количество, но для этого существовала горячая линия, можно было позвонить, и мы механизм такой ситуации объясняем. Вот там, где были наши ребята и сигнализировали, мы позвонили, вмешались, вовремя, значит, разъяснение дали, экзамен не был сорван, никто не пошел на резервный день. Но тем не менее, и для этих срывов у нас специально существуют резервные дни, когда можно прийти и пересдать. Всегда есть форс-мажор. Никто не возмущался граду, который был в Северной Осетии и Алании в этом году, и экзамен был отменен, и никто в газетах не писал, почему там Всевышний на нас град обрушил, наши дети сдавали, и теперь мы выпускной вечер не сможем полноценно отпраздновать, потому что у нас резервный день в этом году, то есть такие же нет возмущений. Вот, поэтому очень большое значение имеет та работа, которую они проводят. Они понимают, что они сами сдавали год-два назад, они понимают, как это ответственно и важно, и они кроме того, что на стороне объективности, они проверяют условия, в которых выпускники у нас сдают тот или иной экзамен. И вот качество пунктов проведения экзамена с появлением общественных наблюдателей наших в пунктах, оно значительно улучшилось. И в заключении до первого перерыва, так скажем, у нас до работы секции у нас выступление проректора по стратегическому развитию Новосибирского государственного педагогического университета Наталья Васильева Алтынникова. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, я, во-первых, вас хочу поблагодарить за то, что вы нашли время и приехали на это мероприятие, тем более, что это одна из редких площадок, на которой собираются вместе и представители вузов, и представители органов исполнительной власти, для того, чтобы вместе порешать одну из задач, которая сегодня стоит перед системой образования, а это объективизация оценочных процедур. И, по сути дела, вот сегодня дискуссия возникла, ЕГЭ, не ЕГЭ, какой бы ни была эта процедура, она должна проходить объективно. Мы сегодня ищем механизмы, каким образом это сделать. Один из механизмов это создание системы общественного наблюдения, да, и мы выходим сейчас на создание региональных систем общественного наблюдения, где вузы становятся активными участниками и поставщиками общественных наблюдателей, подготовленных и организующих этот процесс, и органы исполнительной власти совместно с вузами создают эту систему и обеспечивают объективность оценочных процедур. Но это один механизм. Другой механизм, который тоже позволит повысить объективизацию оценочных процедур, это подготовка кадров, которые способны делать это объективно, которые знают разнообразные процедуры и которые способны это нести в систему образования. Именно поэтому в этом проекте ставка делается сейчас на педагогические вузы. Сразу оговорюсь, что педагогическими я буду называть все те вузы, которые осуществляют подготовку педагогов. По факту сегодня это и федеральные университеты, и классические, и разные гуманитарные, и, собственно, педагогические, которых не так много осталось, но, слава Богу, что они выжили и есть. Поэтому все мы готовим педагогов, и мы должны обеспечить такую подготовку, которая позволит выпустить из наших стен людей, способных решать те задачи системы образования, которые сегодня существуют в регионе и в стране. И в одиночку только лишь вузы это сделать не могут. И поэтому очень важно нам сегодня развивать системное взаимодействие между вузами и органами исполнительной власти. И однозначно переоценить это взаимодействие невозможно. Тем более, что сейчас мы только начинаем об этом системно говорить, и мы только начинаем его выстраивать, поскольку по факту очень часто вузы федерального подчинения живут своей жизнью, региональные органы исполнительной власти живут своей жизнью, и системного взаимодействия нет. Ни в части реализации образовательных программ и организации научно-исследовательской работы, ни в части решения тех задач, которые сегодня стоят перед регионом, в части разработки и реализации разных проектов, которые запускают органы исполнительной власти и так далее. Поэтому переоценить это взаимодействие невозможно, и важно, чтобы вузы активно включались в эту работу, и вот сейчас обращаясь и к своим региональным органам исполнительной власти, и сейчас к местным представителям из субъектов федерации, хочется сказать, что рассматривайте нас, я имею в виду вузы, как представители вуза говорю, как очень важный ресурс, который поможет вам решать самые разные задачи, которые сегодня перед вами стоят. Потому что у нас есть мощный кадровый потенциал, у нас есть студенты, которые помогут организовать самые разные мероприятия, которые помогут, может быть, выполнить не сложную, но тем не менее важную работу при организации каких-нибудь оценочных процедур, аналитических отчетов, какую-то подготовку статистических материалов, работу рутинную, но тем не менее для них это важный момент с точки зрения профессионального развития, а для органов исполнительной власти это важный ресурс, который поможет ускорить ту или иную рутинную работу. Очень важный момент при взаимодействии вузов и органов исполнительной власти, это неважный такой эффект, который может возникнуть, это развитие актуальных научных исследований в сфере образования. Вот мы все знаем, и в принципе педагогика грешит тем, что она очень сильно теоретизирована, очень много теоретических работ, методологического характера. Не скажу, что это не нужно, это нужно, конечно, но накопилось очень много направлений, очень много задач, которые нужно решать с помощью научных исследований и запускать эти исследования через вузы. И, к сожалению, когда вузы оторваны от органов исполнительной власти, они часто даже просто не в курсе, а какие нужны сегодня исследования в системе образования, а какие работы нужно запустить. И вот здесь, я считаю, очень важный момент, приблизить научную работу педагогических вузов к практической такой сфере, к решению задач, которые существуют. Нельзя не сказать о совершенствовании основных образовательных программ и дополнительных программ, которые тоже произойдет обязательно, если вузы будут согласовывать их содержание с органами исполнительной власти. Опять же, мы очень часто разрабатываем свои образовательные программы в вузах, исходя из имеющегося в вузе. Какие у нас есть кадры, что они могут, какие дисциплины почитать, независимо от того, на какой результат мы должны выйти и каких выпускников хочет видеть эта система образования, с какими компетенциями. И вот здесь тоже очень важно об этом говорить. Вот если, например, сегодня стоит задача перед системой образования объективизации оценочных процедур, значит, мы должны понимать, что, наверное, в образовательные программы подготовки педагогов мы должны включать соответствующие, как минимум, дисциплины, а лучше целые модули, направленные на формирование соответствующих компетенций, на подготовку студентов к этой работе. И вот сразу всегда на всех совещаниях я задаю вопрос, и здесь тоже задам. Поднимите руки представителей вузов, кто здесь есть, кто свои образовательные программы согласовывал с органами исполнительной власти? Вот, ну вот несколько, да, два-три, два-три. И это на каждом совещании одна и та же ситуация, то есть это единицы. И единичные программы мы согласовываем, то есть системы этой работы нет. То же самое касается и программ дополнительного образования, которые-то вообще должны быть ориентированы на заказ региона, на то, чтобы решать те сегодня проблемы, которые существуют в системе образования. И через ДПО именно вытаскивать педагогов на определенный уровень, готовить руководителей в сфере образования для того, чтобы они были способны решать те задачи, которые выявляют различные оценочные процедуры, мониторинги и так далее. То есть вот здесь должна быть очень тесная связка, которой на сегодняшний день ее практически нет. Но я думаю, что вот начало этого разговора положит начало этой системной работе. В целом мы можем выйти на развитие педагогического кадра и усиление кадрового потенциала сферы образования вот через такое взаимодействие. Ну и если говорить о той задаче, о которой мы сегодня говорим, которую сегодня решаем, то повышение эффективности оценочных процедур, повышение качества образования в целом. Таким образом, вот еще раз повторюсь, необходимость выстраивания этого взаимодействия – это не просто какие-то громкие красивые слова и очевидные. Это серьезная задача, которую нам с вами необходимо решать, если мы хотим повысить качество образования через разные механизмы. Ну вот, как я уже сказала, ряд проблем нам на сегодняшний день мешают выстроить это взаимодействие, хотя бы потому, что сегодня не выстроен четко алгоритм взаимодействия между вузами и органами исполнительной власти. Нет соответствующих положений, нет регламентов. Мы кое-что вот сейчас по заказу Рособорнадзора в рамках вот этого проекта мы кое-что сделали, но это первый шаг, который должен потянуть за собой и другие. Не определены зоны ответственности сторон. Часто ВУЗ не понимает, к кому обратиться в органах исполнительной власти. В органах исполнительной власти не знают, к кому конкретно обратиться в ВУЗе, чтобы порешать те или иные вопросы. И вообще не знают о том, чем живет университет. Поэтому вот выстраивание этой работы через нормативные документы в том числе – это вот одна из задач. Понятно, что между нами есть объективные барьеры. Это один из барьеров – это межбюджетный барьер, который часто препятствует финансированию и реализации проектов, которые можно было бы делать совместно. И регион не может напрямую перечислить какие-то средства ВУЗу на реализацию тех или иных проблем, проектов. И получается так, что ВУЗ остается несколько в стороне, если все-таки не находят какие-то хитрые ходы для того, чтобы обеспечить финансирование той или иной работы. А вот еще одна проблемная зона – содержание практик и научно-исследовательской работы, как правило, не ориентировано на решение региональных задач в сфере образования. И вот сегодня мы как раз будем говорить об одном из видов практик, которые хорошо бы включить в образовательные программы ВУЗов, которые будут решать ту проблему, которая сегодня существует. Практика, в рамках которой студенты выйдут в качестве общественных наблюдателей или в качестве организаторов государственной итоговой аттестации в системе общего образования. Тематика научно-исследовательских работ тоже должна быть согласована с органами исполнительной власти, и было бы здорово, если бы она определялась путем таких проведения совместных совещаний, ВУЗов, где были бы преподаватели ВУЗов, студенты, представители органов исполнительной власти, где вместе формулировали те задачи, которые необходимо перешать через выполнение курсовых работ, через выполнение выпускных квалификационных работ, через выполнение диссертационных исследований. Это очень мощный ресурс, которого нет у органов исполнительной Я сама лично часто сталкивалась с тем, что при таком разговоре часто и школы, допустим, руководители образовательных организаций, часто и органы исполнительной власти не могут четко сформулировать даже те задачи, которые нужно поставить вузам. То есть вот это должна быть такая совместная работа, которая нас всех выведет на новый уровень своей деятельности. И для вузов это очень важно, потому что очень важно быть в тренде, что называется, понимать, в каком направлении движется система образования, а может быть и не просто понимать, а задавать эти приоритеты, задавать ориентиры через вот такую совместную деятельность. Ну вот эти проблемы, я думаю, что мы постепенно будем решать, тем более, что в ряде регионов есть хороший опыт выстраивания взаимодействия вузов и органов исполнительной власти, и этот опыт, он может транслироваться и на другие регионы. Нами разработана такая общая модель взаимодействия органов исполнительной власти и вузов в части выстраивания совместной деятельности, в части корректировки образовательных программ, ну вот на примере, опять же, решения задачи повышения качества оценочных процедур. Ну, например, да, перед органами исполнительной власти стоит вот эта задача, соответственно, вуз должен это брать на вооружение и включать в содержание соответствующие курсы, теоретические курсы, соответствующие виды практик, соответствующую тематику научно-исследовательской работы для того, чтобы вот системно помочь региону порешать эту проблему. Дальше мы переходим на уровень организации этой работы, и здесь тоже совместная деятельность. С одной стороны, органы исполнительной власти определяют пункты проведения экзамена, где, ну вот если мы говорим о ГИА, где осуществляется, собственно, эта работа. С другой стороны, пункты проведения экзамена для вузов становятся базами практик, и здесь наш совместный интерес. Вуз находит базы практик, а пункты проведения экзамена находят своих общественных наблюдателей. Очень важно, говоря при организации, помнить, что это совместная работа, это сопровождение практики, если мы говорим о встраивании этой работы в практику студентов, и здесь активную роль играют и вузы, и обязательно представители органов исполнительной власти. Таким образом, если мы вместе выстраиваем эту работу, вот таким образом, двигаясь навстречу друг другу, друг другу и вуз, корректируя свои образовательные программы, вот я сейчас говорю очевидные вещи, но по факту этого нет. По факту в наших образовательных программах нет соответствующих курсов, нет соответствующих практик, и когда год назад мы поставили такую задачу, а давайте это проведем через практику, очень много возникло вопросов у вузов, а как это сделать, а через какую практику, а как это должно быть выстроено, а как это оценивать, а как быть со сроками сессии и так далее. Поэтому вот возник этот проект, в котором мы разработали ряд материалов, которые вот у вас есть на руках, практикоориентированные материалы, которые пошагово позволят построить вот эту работу. И если мы в этом направлении будем двигаться, то мы, естественно, выйдем на решение той задачи, о которой сегодня говорим. Если говорить о привлечении студентов к участию в государственной итоговой аттестации, то это не просто информирование студентов об этой работе, о том, что такая возможность есть. Это целая системная работа. И если мы говорим о включении этой работы в практику, а мы не случайно об этом говорим, мы говорим это потому, что именно через включение этой деятельности в практику мы можем выйти на более системную работу и на большую упорядоченность этой деятельности, поскольку тогда вуз начинает нести ответственность за своих студентов, которые выходят в качестве практикантов в пункты проведения экзаменов. Не только РСМ работает с волонтерами, за которые вуз никакой ответственности не несет, а это уже взаимная ответственность и со стороны вуза, и со стороны органов исполнительной власти, которые курируют тоже эту работу студентам на базе практик. И здесь помимо того, что мы студентов информируем, мы их сопровождаем в ходе реализации этой практики и обязательно подводим итоги и обобщаем те достижения, которые они получили, те результаты, которые получили в ходе этой работы и используем их. Если говорить о первом этапе отбора студентов, то он тоже непростой. Это не просто информирование, как я сказала, а это целая система работы, которая позволит в итоге сформировать список участников государственной итоговой аттестации. Сначала мы их информируем и формируем общий список большой из всех желающих, потом этот список постепенно начинает редеть, потому что идут несколько этапов отбора. Вот студенты улыбаются, я думаю, что они понимают, о чем я говорю. Значит, студенты проходят аккредитацию после обучения, во время обучения часть студентов отказывается от этой работы, ну и потом, после сдачи сессии, тоже не все студенты могут попасть в список участников ГИА, а только те, кто успешно сдал сессионные экзамены свои. Таким образом мы формируем этот список. Дальше, собственно, эти студенты выходят на практику, и для того, чтобы эта работа была эффективной, необходимо подготовить и сотрудников ВУЗа, и сотрудников органов исполнительной власти, для того, чтобы они понимали, а какую работу должны осуществлять студенты, и каким образом методически в этой работе можно помочь. Именно для этого мы разработали набор инструктивно-методических материалов, которые включают в себя четко прописанные программы практики. Если вот вы их посмотрели, вы увидели, что там от образовательных результатов до их оценки все содержание прописано, включая конкретно задания, перечень заданий, которые необходимо выполнять на практике, и технологию их оценивания. Дальше, кроме того, мы разработали дневники практик, мы разработали положение о практике, регламент взаимодействия между ВУЗом и органами исполнительной власти. И вот эти все материалы должны раздаваться, соответственно, всем сторонам, и студенту, и преподавателю, и представителю от органов исполнительной власти, который будет работать со студентами. И, соответственно, вот с двух сторон идет контроль и сопровождение, так скажем, работы студентов в ходе проведения практики. От ВУЗа вся вертикаль управления работает, и от органов исполнительной власти тоже назначаются соответствующие ответственные. Общий куратор может быть в министерстве, и могут быть и должны быть назначены люди, ответственные за студентов непосредственно в пунктах проведения экзаменов, которые являются для нас базами практик. По итогам студенты готовят отчет, выбирают модель перезачета, и вот мы сегодня говорим о практике, но на самом деле не только в качестве практики эта работа может быть перезачтена. Есть и другие варианты, я о них скажу чуть позже на сессии, которые тоже интересны студентам в качестве перезачета. Ну и, собственно, после того, как представляются все отчетные материалы, осуществляется перезачет. Значит, вопрос, зачем это ВУЗу, зачем это студенту, зачем это органам исполнительной власти, помимо того, что необходимо обеспечить объективизацию оценочных процедур. Опять же, много эффектов можно получить, и те результаты, которые студенты получают на практике, они могут использоваться ВУЗами при совершенствовании своих образовательных программ, при развитии научно-исследовательской работы, при доработке нормативных документов, в том числе и самого положения о практике, с точки зрения привлечения новых участников государственной итоговой аттестации. Для студента это тоже могут быть интересные результаты, которые лягут в основу статьи, которые лягут в основу курсовой работы, которые лягут в основу выпускной квалификационной работы, которая может быть очень интересна для органов исполнительной власти, где могут быть предложены какие-то новые решения с точки зрения организации этих процедур. Студенты могут быть включены в подготовку аналитических отчетов, в доработку нормативных документов. И на основе предложений студентов, а предложения действительно могут быть интересными и есть интересные, можно осуществлять доработку нормативных документов и выходить на качественно новый уровень проведения оценочных процедур. А вот мы предлагаем на сегодняшний день разные роли участия студентов в процедурах итоговой государственной аттестации. И вот даже сейчас на этом слайде представлены далеко не все. Во-первых, это организаторы, как в аудитории, так и вне аудитории. Во-вторых, это наблюдатели, причем как очные, которые называют, ногами приходят, мы их называем очные наблюдатели, и онлайн наблюдатели. Ну и появляется еще одна группа студентов, это верификаторы, которые работают в органах исполнительной власти, в региональных центрах обработки информации, выполняя соответствующие задачи. Мы примерно вот здесь на этой схеме показываем, на каком курсе какую роль студенту можно рекомендовать. Но это примерный наш взгляд, может быть совсем и по-другому, но тем не менее, вот получается такая картинка. На четвертом курсе, на самом деле, мы студентам не рекомендуем уже участвовать в этой работе, поскольку там выпускная экваликационная работа, там ее защита, преддипломная практика, а только тем студентам, у которых дипломная работа как раз связана с данными процедурами. И тогда эта практика может стать для них преддипломной. И то, наверное, в марте, когда идет досрочная вся процедура, потому что в июне они защищаются. То есть четвертый курс, он у нас, по сути дела, выпадает. Хотя отдельные студенты все равно находят возможность и принимают участие в этой работе. Мы разработали материалы для студентов, обучающихся по направлению педобразования, юриспруденцев, здесь тоже для них рекомендуем роли. Но юристы в основном принимают участие сегодня как онлайн-наблюдатели. Тоже такая практика для них разработана, потому что есть много юридических аспектов, которые очень полезно им наблюдать, обсуждать, анализировать. И для студентов, обучающихся по направлению социальная работа. То есть по этим трем направлениям студентов в качестве участников процедуры ГИА представлено больше всего на сегодняшний день. Поэтому для них мы и разработали эти материалы. Ну вот может быть такая общая таблица, схема выбора ролей студентами, которая его сделает по итогам формирования вот этого списка общественных наблюдателей. Как я уже говорила, мы разработали инструктивно-методические материалы, которые вам розданы. Но вот в эти сборники включено не все. Полный перечень материалов, он присутствует вот на том сайте, который Ансурах Медович показывал. А мы туда добавим еще презентации вот с таких совещаний. Мы добавим видеозаписи коллег вот с таких совещаний. Это будет такой набор материалов для вас с тем, чтобы максимально понятно и максимально эффективно можно было бы использовать все, что мы разработали. Ну вот здесь на этом слайде представлены две ссылки, где размещаются эти материалы. Одна ссылка – это тот сайт, о котором говорил Ансурах Медович, egeidu.ru. И вторая ссылка – это сайт нашего университета, где тоже размещены все эти материалы и видеозаписи совещания, которое прошло на нашей базе с выступлением разработчиков вот этих материалов. На этом я завершаю свое поступление. Я приглашаю вас после перерыва на работу секции, где мы подробно уже рассмотрим сами материалы и их идеологию. Я уже говорила, не случайно это все сделано, поскольку сначала показалось, что это все довольно просто, включить это в качестве практики, но потом у вузов появилась масса вопросов, а как, а какие задания, а какие виды практик, вообще какая технология этой работы. И вот было принято решение разработать такие материалы, которые помогут вузам максимально безболезненно, максимально удобно включить этот вид деятельности в основные образовательные программы. Сразу хочу сказать, что эти материалы – это ориентир для вас, то есть не обязательно их использовать в том виде, в котором они есть. Это просто ориентир то, как это может быть. Я вас хочу познакомить сейчас с идеологией того, как мы делали, что мы делали, с идеологией построения программ, но мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на эти программы шире. Это не просто программы практики для студентов, которые работают в качестве наблюдателей, а это в принципе программы практики педагогической, психолого-педагогической, которые можно брать за ориентир при разработке других программ практики. Потому что мы все с вами знаем, что, наверное, самое слабое звено с точки зрения нормативных документов при реализации образовательных программ – это практика, и это программы практик. Потому что, как правило, они написаны по принципу «три пишем, два в уме», в крайне в общем виде. Там чётко не прописаны задания, либо в общем виде это сделано. Как правило, по этим программам не знают, как работать педагоги, учителя школ, да и сами методисты в них не заглядывают, потому что сделаны они формально. Поэтому мы хотели сделать такие программы, которые внесут ясность в то, что нужно делать на практике. Что нужно делать учителю в школе, который со студентами работает, что нужно делать вузовскому методисту, что должен делать студент, что с него спросить, как спросить, как оценить. То есть там вы увидите подходы к оцениванию практики, а это тоже один из проблемных вопросов, а как оценить студента на практику. Мы очень часто это делаем, исходя из собственного экспертного мнения. Ну, вроде хорошо поработал, там пятёрка, четвёрка, да, тройки, как правило, редко появляются. Ну, если он совсем не ходил, ну, либо он потом отрабатывает, либо он просто не получает аттестацию по практике, и у него возникает задолженность. Мы предложили там инструмент, как можно, опять же, достаточно прозрачно и объективно оценить работу студентов на практике. Получается, что мы, с одной стороны, участвуем в процедурах государственной итоговой аттестации и повышаем их объективизацию, да. А с другой стороны, вот разрабатывая такие материалы, чтобы студентов туда включить, мы тоже натыкаемся на то, что наши процедуры в ВУЗе, процедуры аттестации тоже недостаточно объективны, и разрабатываем вот подходы объективизации этих процедур ещё и в ВУЗе. То есть сразу, получается, решаем несколько задач. Значит, ну вот я уже сказала, что вот ряд вопросов у ВУЗов возникало, и мы на эти вопросы попытались ответить при разработке этих материалов. Сразу хочу сказать, что эта работа велась практически в течение года. Началась она с совещания, которое прошло в Иваново в прошлом году в декабре. Мы приглашали проректоров по учебной работе, может быть, кто-то был из вас там, и мы вот впервые там поставили вопрос о том, как это можно включить в качестве практики, и обсуждали тот опыт, который есть у других ВУЗов. Потом в течение года прошло ещё несколько совещаний и семинаров, Рособорнадзор запустил проект по разработке вот этих материалов, которые можно рекомендовать ВУЗам, потому что вот эти совещания не дали всё-таки ответы многим ВУЗам на вопрос, а какой должна быть практика, как это всё организовать. Поэтому мы постарались снабдить это всё инструктивно-методическими материалами, достаточно понятными, достаточно простыми для использования, адекватными с точки зрения решения этих задач, чтобы помочь ВУЗам всё-таки эту работу запустить. Вот этот набор материалов вам я уже сегодня представляла, и он есть в раздатке. Также описана модель взаимодействия ВУЗов и органов исполнительной власти, описана модель зачёта участия студентов ГИА в качестве практики, описан регламент взаимодействия ВУЗов и органов исполнительной власти, и вот эти документы, они все обсуждались и на экспертных сессиях, и непосредственно в органах исполнительной власти. В частности, этот регламент разрабатывался совместно с Министерством образования Республики Татарстан и с привлечением других экспертов из других регионов. Положение о практике, предполагающее участие студентов ГИА. Сразу хочу сказать, что положение о практике, которое у нас сегодня есть на уровне Министерства и на уровне ВУЗов, совершенно не противоречит включению этой работы в качестве практики. Единственное, что мы сделали, это мы усилили вопрос вариативности практик, потому что все-таки речь идет о вариативной практике. Это не практика для всех обязательная, она вариативная. И вот этот момент был описан в положении. И в положении мы также конкретизировали зоны ответственности людей, которые как на уровне ВУЗа, так и на уровне базы практики, на уровне органов исполнительной власти обеспечивают реализацию этой практики. То есть мы прописали там функционал и зону ответственности каждого. Вот это тоже, возможно, вас заинтересует. Не в каждом ВУЗовском положении такая конкретизация есть. Я даже скажу, что мы для себя в ВУЗе, несмотря на то, что у нас довольно конкретные документы в этом смысле, но даже для себя мы усилили вот эту конкретизацию. Сегодня мы выходим на другую модель, более стройную и упорядоченную управления практикой в ВУЗе. То есть получается вот этим проектом мы цепляем вообще серьезную проблему организации практики, учебной и профессиональной практики студентов. Значит, мы разработали программы практик, причем программы для разных категорий ролей участников государственной итоговой аттестации для очных наблюдателей, для онлайн-наблюдателей, для организаторов в аудитории, вне аудитории, по разным направлениям подготовки. И к этим программам дневники практик. Ну и мы не остановились на этом, мы решили еще разработать методические рекомендации для студентов и преподавателей. Хотя это уже даже в заказ Рособоронадзора не входило, но мы понимаем, что в программах практик не опишешь так подробно, а что из себя представляет каждое задание. Дневники – это, по сути, тоже такие пустографки для студентов, которые они заполняют в ходе практики. И вот мы решили сделать такие рекомендации, посмотрите, потом пришлете, может быть, ваши отзывы, что понятно, что непонятно, что улучшить, мы готовы дорабатывать. В принципе, вы сами эти материалы можете использовать как угодно. Мы… вот сейчас на сайте стоит PDF-версия, но мы выставим еще и Word-формат, чтобы можно было прямо непосредственно там вносить изменения, какие-то задания убирать, какие-то добавлять, ну, чтобы проще лишнюю работу не делать. Вот методические рекомендации – это материал для студентов, для преподавателей, где очень-очень подробно описано каждое задание, зачем оно, какие цели задачи решает, как его выполнять, как заполнять ту или иную графу. То есть мы постарались все очень подробно прописать, чтобы, в принципе, человек, который к разработке этих материалов не имел никакого отношения и даже об этой практике ничего не знает, он мог, прочитав эти материалы, четко понять, а что от него требуется. И если на уровне вузов, да, мы сейчас вот совещания такие проводим, и, в принципе, понимание вузов наступает о том, что это за практика, то если взять школы, да, пункты проведения экзаменов – это школы, и учителей, которые там работают и будут методистами для наших студентов на практике, они об этом не знают, они не знают, что мы хотим от этой практики, какие задачи хотим порешать, поэтому такие материалы им полезны. Точно так же, как и представители органов исполнительной власти, которые здесь присутствуют, тоже должны понимать, а какие задачи учебные, профессиональные мы хотим порешать с помощью этой практики, какие компетенции сформировать, на какие задания и задачи студентов надо вывести. Мы исходили при разработке программ и при подборе заданий, исходили из того, какие компетенции нам нужно сформировать у студентов, и какие задачи можно помочь этими заданиями порешать в системе образования. В школе конкретно, в системе образования региона важно, чтобы каждое задание, которое студент выполняет, это было не задание радио задания, а задание, которое хоть какую-то пользу принесет образовательным организациям, системе образования. Вот мы пройдемся по заданиям, и я некоторые примеры приведу, вот как нам это видится. Ну вот здесь представлена такая матрица, где показано, что нами разработано, и какие позиции закрыты нашими инструктивно-методическими материалами. Вот посмотрите по направлению педагогическое образование, все роли студентов в государственной итоговой аттестации закрыты вот этими всеми материалами. Есть программы, есть дневники, есть методические рекомендации. По направлению юриспруденции, вы видите, что не все, сделана полная линейка для онлайн-наблюдателей. Почему? Потому что в основном они работают в качестве онлайн-наблюдателей, им этого совершенно достаточно с точки зрения их юридической практики. И при разработке вот этих вот программ и дневников практик участвовали преподаватели юридического университета имени Кутафина Московского. То есть они активно работают в качестве наблюдателей, один из первых вузов, и вот они уже это реализуют в качестве практики. И по направлению социальная работа тоже студенты активно принимают участие в этой деятельности. Для очных наблюдателей и для онлайн-наблюдателей нами разработаны задания. Никто не мешает сделать и для других направлений подготовки ориентир. Вот он здесь сейчас задан. Материалы рождались эти непросто. Они на самом деле, вот разрабатывал коллектив нашего университета, мы на самом деле вложили душу, вложили свой профессионализм. Мы активно обсуждали эти материалы с представителями вузовского сообщества, и вот здесь есть люди, которые очень принимали участие в совещании, которое было в августе по обсуждению еще черновой версии этих материалов. Я благодарю за это, мы внесли изменения, учли все это, и благодаря чему эти материалы стали лучше. Активно представители Рособорнадзора принимали участие в разработке тоже этих материалов. Были и дискуссии, и какие-то споры по поводу тех или иных заданий. Но в итоге, в результате такой длительной работы, мы вышли на то, что имеем. Про проблемы я уже говорила, и еще раз скажу, что хотелось бы, чтобы то, что мы сейчас с вами делаем и запускаем вот эту практику, снабженную всеми инструктивно-методическими материалами, оно стало неким таким стартом, в принципе, перезапуска практики в вузе, перезапуска учебной и профессиональной практики. Потому что сегодня у нас содержание практики практически не связано с актуальными задачами и направлениями развития системы образования, как я уже говорила. У нас традиционные виды практики, если я сейчас буду говорить о педагогическом образовании. Педагогическая практика, собственно, методическая, когда они выходят и занятия проводят. Психолога-педагогическая практика и предметные практики. Вместе с тем, ролей сегодня в системе образования у педагога больше, задач больше. Соответственно, мы выходим на то, что должны появляться новые виды практик. Дальше. Отсутствие непрерывной связи студентов с будущей профессиональной средой. Хотелось бы, чтобы, конечно, вуз постоянно присутствовал в школе, студенты постоянно выполняли там разные задания, помогали данной конкретной образовательной организации, общались с профессиональным сообществом. Таким образом будет формироваться еще и их внутренняя мотивация в будущей профессиональной деятельности. Вообще, приближение образовательных программ, вот в принципе даже вузовских, не только подготовки педагогов, а вообще к будущей профессиональной деятельности и уменьшение вот этого разрыва, это одна из задач модернизации системы высшего образования. Сейчас реализуется проект модернизации педагогического образования. Это одна из ключевых идей сближения процесса подготовки педагогов с их будущей профессиональной деятельностью. Но эта идея, она лежит в основе и других модернизационных процессов. Сейчас запущен проект модернизации инженерного образования, где то же самое, и повышение практикоориентированности, и непрерывность практик. Это все идеи, которые на самом деле только на пользу системе подготовки специалистов. Значит, ну, то, как написаны программы, я уже об этом говорила, и часто этих программ просто даже и не видят ни в каком виде представители образовательных организаций, которые являются нашими базами практик. Практики часто не носят исследовательский характер, хотя по-хорошему должны носить. И вот, опять же, практика, связанная с общественным наблюдением, она может включать в себя исследовательские задания, которые лягут в основу, например, курсовых или выпускных квалификационных работ, а может быть, дальше и другого уровня исследований. Не обосновано большое количество часто у нас баз практик и непрозрачность критериев их отбора. Это тоже одна из проблем, которая существует вот с точки зрения организации практик. Сегодня вузы выходят на ограничение количества баз практик, там делают стажировочные, инновационные площадки. Вот, в частности, вот мы вышли на это, у нас порядка 70 вот таких площадок, куда мы заводим всю практику. Я знаю, вот в Нижегородском педагогическом, вот здесь проректор присутствует, у них клинические базы практик, это тоже ограниченный круг образовательных организаций, которые по определенным критериям отбираются. Одним из критериев может быть как раз наличие пункта проведения экзамена, да, вот в данной образовательной организации, которую мы выбираем, в качестве базы практик. Значит, непрозрачная система оценивания результатов практик, тоже я об этом уже сказала, и покажу вариант, как эту проблему можно порешать. Отсутствие эффективной модели управления практикой, это тоже присутствует в вузе, где много разного рода руководителей практики, но при этом не очень понятно часто, кто за что отвечает. В итоге получается так, что у семи нянек дитя без глаза, студент выходит на практику сам по себе, он стучится в образовательные организации, просится на практику, в образовательных организациях ничего об этом не знают, вуз на эту организацию не выходил, студент предоставлен сам себе. Часто даже методисты не появляются там вместе со своим студентом, то есть это тоже проблема, которая существует, и жалоб немало в разных регионах на это. Поэтому вот создание эффективной системы управления практикой, опять же, вот этот проект, это, ну, один из вариантов того, как это можно сделать, да, один из таких способов апробировать новую модель, когда есть и ответственные и со стороны вуза, есть ответственные и со стороны органов исполнительной власти, а ведь они не меньше нас, а больше заинтересованы в том, чтобы мы подготовили качественных педагогов для системы образования региона и представителей от баз практик, на которые выходят наши студенты. Значит, ну вот этим проектом мы решаем, на самом деле, ряд задач, я сегодня уже говорила, и одна из ключевых задач вот этого конкретно проекта, это формирование компетенции объективного оценивания. При этом вот не случайно выделено красным, потому что вот эту задачу сформулировал Рособорнадзор и настоятельно, настоятельно рекомендует ее решать, потому что действительно наши образовательные программы подготовки педагогов не предполагают формирование вот этих компетенций. Нет, как правило, дисциплин, но в лучшем случае есть дисциплина, современные средства оценивания результатов обучения. И то далеко не во всех программах и не везде. Я уже не говорю о том, что соответствующих практик нет. Часто получается, что студенты не знают даже нормативные документы, по которым проводится государственная итоговая аттестация в школе, не знают даже федеральный государственный образовательный стандарт, они в него не заглядывали. Мы предусмотрели эти виды заданий в рамках практики, чтобы эти пробелы ликвидировать. Много нового сейчас в организации практик появляется, и мы это тоже используем в проекте. И новые формы, и новые виды, новые базы практик. Пункты проведения экзаменов – это как раз один из новых подходов определения баз практик. Вот когда мы говорим о том, какие практики есть сейчас, мы понимаем, что вот, как правило, это классическая такая тройка, о которой я уже говорила. И возникает вопрос, а какую практику мы можем перезачесть вот из этих вот в качестве работы студентов, общественных наблюдателей? Можем ли мы какую-то практику полностью перезачесть? Ну, конечно, нет, да, потому что у каждой практики свои задачи, и там формируются определенные компетенции. Поэтому дальше, отвечая на этот вопрос, мы выходим на то, что это либо должен быть какой-то дополнительный вид практики, либо это вариативная часть одного из видов практики, которая уже существует. Если говорить вот о вариантах переаттестации, да, я сейчас к этому иду как раз, то они могут быть разные. Либо мы зачитываем часть практики, и тогда, например, психолого-педагогическая практика, которая реализуется на данный момент в университете, она немножко корректируется, в неё добавляется вариативная часть, то есть вот эти вот материалы, которые мы предлагаем, вот эти программы практик, они могут стать как самостоятельной практикой, да, вот здесь они представлены как самостоятельный вид практики. Но вместе с тем можно содержательное ядро оттуда взять и поставить в программу практики психолого-педагогической, которая у вас реализуется в ВУЗе, как вариативную часть. Вы можете взять это в полном объёме, можете часть какую-то взять, чтобы часть можно было этой практики перезачесть. Таким образом, вот что касаемо практика, то два варианта перезачёта. Я ещё на этих моделях немножко остановлюсь. Мы можем предложить им курс по выбору. Допустим, мы в нашем университете пошли на то, что мы включили в образовательные программы курс по выбору, который связан как раз с подготовкой и проведением процедур ГИА в общем образовании, и будем перезачитывать студентам вот этот курс, потому что там есть теоретическое обучение, которое проводит РСМ, там есть практика, когда они выходят непосредственно на эту деятельность, почему бы не за честь. То есть это студентам тоже очень даже нравится. Факультативный курс можем предложить, а можем предложить в качестве программы дополнительного профессионального образования. Тоже хорошо, когда студент на выходе получит ещё и дополнительное удостоверение о повышении квалификации. Причём вот этот вариант переаттестации, он подойдёт всем студентам, независимо от того профиля, на котором они учатся. Как для студентов по педобразованию, так и не только. Допустим, это экономисты, это инженеры, студенты совершенно разных вузов, включаясь в эту работу, никогда не откажутся от того, чтобы получить дополнительный документ, свидетельствующий о каких-то дополнительных компетенциях у него. Тем более, что неизвестно, как сложится жизнь, а может быть, поработав в этой системе, он захочет пойти работать в образовании. Тогда ему пригодится. Я когда в марте общалась со студентами, я увидела большой интерес именно к этому варианту переаттестации. Программа дополнительного профессионального образования. Здесь мы рекомендуем, на каком курсе это делать. В основном это вторые и третьи курсы. Про четвёртые я уже говорила, что им на самом деле не до того. И, как правило, отдельные студенты лишь участвуют в этой работе на четвёртом курсе. Это те, которые являются региональными или федеральными координаторами, окружными координаторами, региональными, федеральными. Это единичные студенты. Массово это студенты второго и третьего курса. В принципе, сейчас есть студенты, которые после первого курса тоже охотно занимаются этой работой. Что касается перезачёта, то здесь сразу скажу, что мы работаем на опережение. То есть сначала они отрабатывают все те задания, которые включены в практику, а потом уже мы перезачитываем их. Потому что это происходит в июне, когда сессия уже сдана, и мы не можем это заранее делать. То есть, получается, сначала они работают, а потом уже мы смотрим, что им можно перезачесть. И только практику следующего года. Поэтому здесь вы не видите первого курса. Ничего на первом курсе мы им перезачесть не можем, потому что работа ведётся уже после того, как они сдадут сессию, чтобы избежать академических задолженностей. Какие варианты могут быть перезачёта здесь? Что с практикой делать? Вот что сегодня можно сделать в УЗИ самое простое? Самое простое – это содержательно скорректировать те практики, которые есть. Например, взять психолого-педагогическую практику, она у всех есть, выделить базовую часть, обязательную для всех, и выделить вариативную часть, которой может стать общественное наблюдение за ЕГЭ. Или может быть стать организация процедур ГИА. Или может быть видеонаблюдение за процедурами ГИА. То есть разные виды практик, имеющиеся у вас, могут включать в себя разные индивидуальные задания, разную вариативную часть, которую мы можем перезачесть. Вот по нашему мнению, мы можем перезачитывать им от одной до трёх зачётных единиц, не более того, потому что иначе тогда мы просто не успеем сформировать все остальные компетенции, которые предусмотрены другими видами практик. Поэтому, варьируя количеством заданий, объёмом работы, которую выполняет студент, мы можем одну, две или три зачётных единиц перезачесть в рамках той или иной практики. За счёт индивидуальных заданий в соответствии с видом практики. Если это психолого-педагогическая практика, это одни задания. Если это педагогическая, методическая практика, это другие задания. Ну вот сейчас на заданиях не буду останавливаться. Другая модель практики, когда возникают новые виды практик, не только вот эти три, о которых я говорила, а больше их спектр. И здесь мы в программе образовательной можем выделить базовые модули или базовые практики, которые обязательны для всех, и вариативные практики. Их может быть много. И на самом деле, вот это вот, я бы сказала, следующий шаг развития практической подготовки студентов, когда появляются новые виды практик, связанные с решением самых разных задач, которые есть в системе образования. И участие в проведении ГИА, и работа, например, в отряде спасателей. Есть же вот у вас отряда спасателей. Это волонтёрская деятельность. По сути, любую волонтёрскую деятельность студентов, которая соответствует профилю их обучения, можно включить в образовательные программы в качестве практики. По тому же механизму, да, по тому же принципу, который мы предлагаем здесь. И таким образом формируется у них индивидуальная такая образовательная траектория с точки зрения содержания практики. Базовые модули они обязательно включают в эту траекторию. И несколько вариативных модулей. Ну, например, мы говорим, что из шести предложенных вариативных модулей вы выбираете три. Причём в УЗИ может сформироваться такой банк разных вариативных модулей практики. И из этого банка в разные образовательные программы можно встраивать вот эти вот виды практик. И группы студентов даже формировать может быть несколько иначе. Не по профилю обучения, исходя из того, какие виды практик они выбрали. То есть это более сложная система управления учебной работой, в принципе, да. И сейчас, наверное, если ВУЗ к этому не готов, сразу сложно на это выйти, потому что это, в принципе, новый подход к конструированию учебных планов. Это модульные учебные планы. И только те ВУЗы, которые участвовали в проекте модернизации и педобразования, они уже начали эту работу у себя в ВУЗах. Они уже переходят на такие программы. Но если этого нет, то я предлагаю начать вот с того первого варианта. Именно с коррекции содержания тех программ практик, которые на сегодняшний день имеются. Если говорить о взаимодействии ВУЗа и органов исполнительной власти в рамках практики, то здесь тоже вопрос непростой. Участников много. Здесь и ВУЗ, и Рособорнадзор, и РСМ сейчас, да. Это может быть другая общественная организация со своими ответственными людьми. И органы исполнительной власти региона, и пункт проведения экзамена. Возникает вопрос. Что является базой практик здесь? С кем мы заключаем договор о практике? Мы пришли к тому, что мы заключаем на самом деле два договора. Договор с органами исполнительной власти в целом о том, что Министерство образования, например, да, Субъекта Федерации, по большому счёту является этой базой практики. Но это, и там в этом договоре прописываются зоны ответственности, права и обязанности, всё как положено. Но это договор не финансового характера. Он такой общий, рамочный, который является основанием для того, чтобы в органах исполнительной власти были назначены ответственные. То есть министр назначает, ну, скорее всего, кого-то из замов, вот у нас это заместитель министра, ответственный вот за организацию этой практики. А дальше уже идёт вертикаль управления, назначаются другие ответственные люди, которые будут курировать наших студентов при организации этой практики. Но есть и другой договор, который мы заключаем традиционно со школами, которые являются нашими базами практик. Часто мы заключаем эти договоры непосредственно с учителями, с физическими лицами. Но мы сейчас вот в нашем университете от этого ушли, мы заключаем договоры именно со школами. И это договор уже финансового характера, где перечисляются деньги за организацию практики. И здесь тогда не возникает вопрос, откуда финансирование всей этой работы, да, откуда, из каких средств заплатить людям, которые в ВУЗе это курируют. Вот когда нашему ВУЗу предложили работать вот в системе общественного наблюдения, у меня сразу возник ряд вопросов. А кто будет оплачивать работу людей, проректора, заместителей деканов, которые будут работать со студентами и выводить их на эту практику? Кто будет оплачивать работу других координаторов на базах практики? То есть, когда мы говорим о волонтерстве, то эти средства не предусмотрены. Тогда волонтерством занимаются все не только студенты, но и преподаватели ВУЗов. В лучшем случае они могут записать себе это во вторую половину дня в индивидуальном плане. Но, тем не менее, вот в основном это такая волонтерская работа. Либо ВУЗ изыскивает из своих небюджетных средств как-то вот стимулирование этой деятельности. Потому что у Рособорнадзора на это деньги не предусмотрены. Если мы это включаем как практику, ну тогда все понятно. У преподавателя нагрузка, он ее выполняет, за это получает. Школы тоже получают как базы практик. Учителя, которые работают со студентами, методисты, они тоже получают материальное или моральное стимулирование. Я уж не знаю, как решит директор, потому что директор уже вот эти рычаги имеет. И он определяет то, каким образом он будет контролировать и поощрять человека, который занимается с нашими студентами. Таким образом, вот если говорить о взаимодействии, то вот мы предлагаем такой вариант. Мы его долго обсуждали, но вот вы остановились на этом варианте. У вас, может быть, другие какие-то традиционные схемы. Но вот можно придерживаться вот этой, и мы думаем, что это будет эффективно. Значит, немало вопросов было о последовательности действий. Что нужно сделать в университете для того, чтобы все-таки студенты вышли на работу в качестве общественных наблюдателей. И независимо от того, в рамках практики ли это, или они туда идут как волонтеры, все равно вот эти шаги необходимо сделать. Они должны записаться на курсы участников ГИА обязательно, чтобы пройти обучение. Потом они учатся, потом после этого формируется список студентов-участников ГИА. Потом составляется календарный график участия студентов в ГИА и согласование этого графика с расписанием. Вот это вот тонкий момент, чтобы он очень важен, чтобы не получилось так, что студент какие-то занятия пропускает. Он сам ходит, бегает, отпрашивается, там умоляет преподавателя. То есть это все должно быть четко организовано, чтобы все себя чувствовали комфортно, и студенты в том числе и не боялись, что они что-то пропустят. Написание студентам дальше идет личного заявления о переносе сроков сессии. А без этого нам не обойтись все-таки, потому что сессия у нас в июне, и даже если мы это зачитывать будем как практику, все равно сессию нужно переносить на пораньше. Мы думали об этом, как сделать так, чтобы сессию не переносить. Единственный вариант, который приходит в голову, это если вообще в вузах отказаться от вот этих вот сессий семестровых, если мы переходим на модульное обучение, то тогда по итогам модуля, обучение по модулю, проводится экзамен по модулю в те сроки, когда заканчивается этот модуль. Другой модуль закончился, другой экзамен проводится. Таким образом, промежуточная аттестация студентов, она не выносится сгруппирована в сессию, а она проходит тогда, когда заканчиваются модули. Понятно, что какие-то модули идут последовательно, какие-то модули будут реализовываться параллельно, но тем не менее, вот в течение года, получается, рассредотачивается промежуточная аттестация. И тогда мы можем вот этот модуль, связанный с формированием их оценочных компетенций, вынести, допустим, на второй семестр, он закончится практикой, и по итогам этого модуля в конце июня мы можем провести экзамен по модулю, там, защитой проекта, например, там, с решением кейсов каких-то, с представлением этих материалов, которые они сделали на практике. И тогда вот у нас не будет проблем с сессией. Но это вот одна из идей модернизации педобразования. Ну, сейчас сложно говорить, насколько вот они найдут дальше отклик вот в современной государственной политике, да, мы не знаем. И будет ли у нас возможность и свобода, да, таким образом конструировать учебные планы. Мы ждём сегодня в ГОСТ-32+, когда он появится и появится ли вообще, и какие там он будет рамки задавать. Вот, поэтому сейчас вот о таких революционных вещах, ну, наверное, мы можем только вот пофантазировать, подумать, где-то, может быть, себе какие-то заходы в голове оставить, но вряд ли мы сможем сразу на это перейти. Значит, установление сроков летней сессии распоряжением декана, да, переносы, заключение договора вузов с органами исполнительной власти на проведение практики, выдача индивидуальных заданий студентов, вот здесь пошло сопровождение их деятельности, и предоставление результатов работы в качестве наблюдателя и организатора. То есть они предоставляют дневник практики и отзыв куратора. Вот эти два документа обязательно они представляют для того, чтобы был осуществлён перезачёт, либо в качестве практики, либо в качестве элективного курса, либо ещё как-то. Ну, вот, собственно, переаттестация. Значит, ну, это вот общая такая информация идеологичная, как вот эти вот программы, которые мы предлагаем, можно встроить в учебные планы и каким образом осуществлять перезачёты, и в качестве чего. Дальше мне хотелось бы познакомить вас с программой практики. Я сейчас вот перейду за тот компьютер, открою файл непосредственно программы. Я хочу по нему пройтись и показать ту идеологию, в которой мы это всё разрабатывали, потому что, ну, там требуются дополнительные комментарии всё-таки, чтобы было больше понятно, чем мы руководствовались при отборе образовательных результатов, при отборе того или иного содержания, структуры самой программы и дневника. У вас эти все материалы, вы можете смотреть на экраны и можете смотреть в свои материалы, которые вам розданы. Так, слышно меня всегда. Итак, коллеги, я покажу структуру программы на примере программы по направлению педагогическое образование, программа для общественных наблюдателей. Уровень образования – это бакалавриат. Сразу скажу, что это программа-практик для бакалавриата, потому что, исходя из этих стандартных, мы всё это делали. Значит, сразу про структуру программы. Она разработана в соответствии с приказом 1367 полностью и, в общем, соответствует всем требованиям. Пояснительная записка, где прописано нормативное основание, цели и задачи практики, место практики в структуре образовательной программы, требования к обучающимся. Ну, это стандартные такие вещи. Вот это вот важная вещь, которая называется «Перечень планируемых образовательных результатов». Вообще, с отбором образовательных результатов и с их формулировкой не так всё просто, потому что мы имеем федеральные государственные образовательные стандарты, в которых прописаны компетенции. Компетенция – это некая общая формулировка результата и сложно измеряемая. Измеряется она благодаря тому, какие дескрипторы включены внутрь этой компетенции, которые являются, собственно, маркерами того, насколько сформирована вот эта компетенция. Мы ориентировались при отборе образовательных результатов на действующий стандарт в ГОСТ-3+. Сколько он времени будет действовать? Я сказать не могу. Может быть, он прекратит своё действие уже сейчас, в декабре, в январе выйдет стандарт в ГОСТ-3-2+, на который мы будем переходить. Там другие образовательные результаты. Но в любом случае, если посмотреть уровень дескрипторов, то, что мы называем измеряемые образовательные результаты, и не случайно измеряемые, потому что они должны быть сформулированы так, чтобы понятно было, а как их измерять. Не могу сказать, что нам удалось на 100% эту задачу решить и сформулировать эти результаты с однозначностью в трактовке, как их измерять. Но, по крайней мере, мы в этой программе предлагаем и задания, и формы отчётной документации для студентов, которые, на наш взгляд, будут свидетельствовать о том, что тот или иной образовательный результат сформирован, а значит, та или иная компетенция формировалась в результате этой практики. Не так много мы выбрали компетенций, их всего 4, на которые, на наш взгляд, будет работать данный вид практики. Это общекультурная компетенция, вот ОК-5, способность работать в команде, общепрофессиональная компетенция, их две. Вот одна из них связана с готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. Но эта компетенция на всех видах практики будет формироваться, потому что практика по сути – это тот вид деятельности, который должен работать на формирование мотивации будущей профессиональной деятельности. ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. Кстати говоря, недостаточно эффективно в наших образовательных программах вот эта компетенция формируется. И очень хорошо, что такой вид практики появляется, который позволяет студентов прямо окунуть в работу с нормативной документацией, которая регулирует работу системы общего образования. И профессиональная компетенция шестая – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. Ну, тоже понятно, потому что там у них будет работа и со школьниками, может быть, взаимодействие при выполнении тех заданий. Не тогда, когда они наблюдателями работают и, по сути, не отсвечивают, невидимки такие, а тогда, когда они выполняют те задания, которые мы им даем. Там и с родителями, может быть, работа и с учителями, и непосредственно со школьниками. Значит, дальше содержание практики, как мы прописали. Мы выделили три этапа – мотивационно-подготовительный или организационный, инструментально-технологический, основной и рефлексивно-аналитический отчётный этап. Значит, мотивационно всё это мы прописали вот такую таблицу. При этом, посмотрите, у нас к каждому этапу привязаны образовательные результаты. То есть мы вот эту вот связь, содержание практики с образовательными результатами везде очень чётко отслеживали, чтобы не терялась вот эта нить. Очень часто бывает, когда в программе дисциплины или в программе практики написаны в общем виде образовательные результаты, которые, к сожалению, потом не имеют никакой связи с содержанием, которое приводится в образовательные программы. Это очень часто бывает, это у всех вузов такое есть, и вот мы в рамках проекта модернизации и педобразования на первом этапе, когда вот первоначально ещё разрабатывали модули, вот все вузы-разработчики получили такое замечание, абсолютно все без исключения. Это системная проблема, когда мы содержание не привязываем к результатам. А фонды оценочных средств – это третья история, они часто не связаны ни с содержанием, ни с результатами. Вот по крайней мере на 100% как это должно быть. Вот это проблемная ситуация, которую мы здесь старались контролировать при разработке вот этой программы, и всё время держали вот эту связку – образовательные результаты с содержанием заданий и с формами оценки. Значит, первый этап, он традиционный для практики, это установочная конференция, ну и здесь может быть там торжественная церемония вступления в состав корпуса общественных наблюдателей, да, красивая история какая-нибудь. Презентация рабочей тетради обязательно осуществляется, и вот она как раз осуществляется преподавателем на основе тех методических рекомендаций, которые мы разработали. Там чётко всё по заданиям прописано, и эти методические рекомендации – это как раз содержательная основа для проведения вот этой вот установочной конференции. Мы предлагаем также студентам задание такое вот, погружающее его в эту работу, размышление на тему, написать эссе, позиции, имидж общественного наблюдателя, которое как раз вот будет работать и на формирование мотивации, и на формирование социальной значимости этой профессии и так далее. Дальше инструментально-технологический этап. Посмотрите, здесь тоже выделены образовательные результаты, причём не просто компетенции, да, а какой из дескрипторов, там, уметь, владеть, например, знать, да, что сюда относится. И вот здесь мы предлагаем ряд заданий, причём задания все эти делятся на базовую часть и вариативную тоже, то есть мало того, что это сама вариативная часть практики, да, ещё и внутри неё задания тоже могут быть обязательные, и задания по выбору. К обязательным заданиям относятся вот знакомство с пунктом проведения экзамена и составление паспорта ПП, да, сокращённо пункт проведения экзамена, составление перечня нормативно-правовых актов, очень полезное для них задание на самом деле, вот, мониторинг проведения ГИА и фиксация процедурных нарушений, вот это как раз то, что требует от них Рособорнадзор, и в рабочей тетради мы включили как раз те формы, которые заполняют студенты. То есть, получается, у них нет двойной отчётности, у них сразу в рабочей тетради там всё включено. Мы включили три наблюдения, то есть если больше, то тогда это дополнительные бланки. Сразу хочу сказать, что, в принципе, вот эти дневники, они могут быть как в бумажном, так и в электронном виде заполнены. Единственное, там вопрос, там, где идёт оценка результатов их обучения, там должны поставить преподаватели подписи свои. То есть, может быть, какие-то отдельные бланки, страницы из этих дневников распечатывать, чтобы там фиксировалась информация о том, как это всё выполнено. Значит, задания ещё какие обязательные? Оценка выявленных нарушений при проведении ГИА, то есть здесь количественные и качественные характеристики студенты дают и своё мнение относительно этих нарушений пишут. Выполнение индивидуальных заданий, дальше вот предполагается это задание по выбору, и они фиксируют это в рабочем плане графики. И составление акта общественного наблюдателя за проведением ГИА, вот она, эта форма 18 МАШ. Значит, третий этап рефлексивно-аналитический. Здесь предполагается подведение итогов проведения конференции. Хорошо было бы, если бы это была не просто вузовская конференция, как мы обычно это делаем, или факультетская по результатам практики. А было бы хорошо, если бы можно было организовать такую региональную конференцию, когда студенты со всего субъекта федерации собираются на эту конференцию, когда педагоги школы, которые в этом участвовали, когда представители органов исполнительной власти туда приходят, и вот преподаватели вузов. И все вместе мы обсуждаем, какие результаты получились, как их можно использовать дальше, как улучшить нам эту работу с точки зрения организации и практики студентов и с точки зрения, собственно, самой процедуры государственной итоговой аттестации. Это было бы, конечно, нам всем очень полезно. Значит, ну вот здесь приводятся в программе примеры индивидуальных заданий. Ну, например, разработать психолого-педагогические рекомендации по подготовке обучающихся родителей или учителей ГИА. Проблемный вопрос, да, как сделать так, чтобы подготовить школьника безболезненно, без стресса выйти на эту процедуру. Ведь у нас часто очень ситуация в школе, я как мама это знаю не понаслышке своего десятиклассника, что действительно запугивают учителя. Если ты пропустишь, если ты заболеешь, ты тогда никогда не сдашь ЕГЭ, вы не сдадите ЕГЭ. То есть вот это вот идет такое накручивание детей, просто ужас какой-то, с этим надо что-то делать. И от педагогических вузов все-таки должны выходить какие-то рекомендации. И от органов исполнительной власти тоже настоятельные рекомендации по поводу того, вообще как учителям себя в этой ситуации вести по отношению к родителям. Ведь накручивают у родителей, нас на собрании накручивают, детей накручивают. Поэтому стрессовая ситуация возникает, которая потом мешает. Небольшой стресс, выброс адреналина, он где-то помогает даже хорошо, лучше сделать, чем ты обычно это делаешь. Но когда это мощная стрессовая ситуация, то просто мозг заблокируется, и он вообще перестанет думать на экзамене. Поэтому вот такие рекомендации. И если студенты будут выполнять это задание, то они, с одной стороны, могут принести пользу всем этим участникам, а с другой стороны, сами, как будущие педагоги, уже посмотрят на эту проблему по-другому. И уже когда они выйдут педагогами работать, они уже, наверное, есть надежда, что будут вести себя в соответствии с теми рекомендациями, которые они дадут. Ну или, например, вот задание такое, разработать не менее двух кейсов практических задач на основе педагогических ситуаций, возникающих при проведении ГИА. Тоже здесь несколько задач этим заданием решается. С одной стороны, решение кейсов, да, это кейс-метод, это один из актуальных методов в системе образования, который используется. Он интересный, и учить студентов создавать такие практические задания, это важно. Вот, пожалуйста, такое задание. С другой стороны, им будет не так скучно, может быть, где-то наблюдать, сидеть, да, как сегодня я говорил, что им скучно. Вот пусть они в это время подумают и какие-то ситуации пронаблюдают и попробуют сформулировать вот такие вот задания и относительно них свою точку зрения. Охарактеризовать возможность ГИА с точки зрения оценки предметных результатов выпускника. Тоже задание, оно такое хитрое, потому что оно заставляет студента вообще взять федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и посмотреть его. А вообще, какие образовательные результаты существуют? Предметные, метапредметные, личностные, да, какие предметные должны быть сформированы? Вполне возможно, что до этого они этим и не занимались вообще. А тут вот задание, которое гарантирует, что они познакомятся с ОВГОС и проанализируют образовательные результаты, которые там заложены. А потом их сопоставят с тем содержанием, которое предлагается в контрольно-измерительных материалах и, в свою точку зрения, обоснуют. Каким образом ГИА вообще способствует оценке результатов обучения по образовательной программе? Насколько соответствует это федеральному государственному образовательному стандарт? То есть такое, на самом деле, нетривиальное задание. Или, допустим, провести интервью с участниками ГИА, да, после завершения ГИА можно там со школьниками пообщаться. И здесь тоже коммуникативные компетенции включаются, да, потому что нужно подойти, нужно определенным образом предложить, нужно понимать, какие вопросы задать, как их сформулировать, как вообще сделать так, чтобы человек не отказался, чтобы он ушел в позитиве, чтобы он откровенно ответил. То есть здесь много тонких моментов, которые интересны. Такое задание студенты вообще с интересом всегда выполняют и получают очень интересные навыки по общению. Но это вот примеры тех индивидуальных заданий, которые есть в программе практики, в дневниках. Их может быть гораздо больше, это лишь примеры. Поэтому тут, может быть, они вас натолкнут на какие-то другие варианты заданий. Дальше вот здесь приводится в программе технологическая карта практики. Что это такое? Это такая таблица, в которой соотносится этап практики, вид деятельности на практике, формы текущего контроля и формы отчетности. Ну, например, мотивационно-организационный этап, вид деятельности, участие в устороночной конференции, причем с объемом часов. Форма текущего контроля. Контроль качества рабочего плана графика. Это то, что выходит и подписывается студентам и руководителями практики по результатам работы в рамках этой конференции. Ну и вот форма отчетности – это утвержденный рабочий план график практики и сочинение рассуждения, которое они пишут тоже в рамках вот этой конференции. Таким образом, четко прописан этап, вид деятельности, сколько времени на него отводится, форма контроля, форма отчетности. И так по каждому этапу. Очень прозрачно, понятно, всем участникам практики становится ясно, что, в какой момент времени они должны предоставить. Ну дальше, перечень литературы, ресурсов в сети интернет. Все в соответствии с приказом 1367. Мы электронные образовательные ресурсы приводим, информационные технологии, которые используются, материально-техническая база. Вот фонд оценочных средств. Тоже тема непростая и интересная. Как мы его, и вообще, как его представить, всегда возникает масса вопросов. Значит, как мы его здесь решили представить? Значит, он у нас включает в себя перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики. К сожалению, на сегодняшний день в наших федеральных государственных образовательных стандартов никакого поколения, 3+, 3+, даже не предполагается пока выход на уровни формирования компетенций и на конкретные образовательные результаты, которые заложены по каждому уровню. К сожалению, этого нет. Эта вещь отдана сегодня на откуп вузов, и мы сами по своему разумению формируем список дескрипторов, распределяем их как-то по уровням и как-то оцениваем уровень сформирования компетенций. У каждого вуза здесь своя технология. Но мы вот предлагаем свой вариант. Хотя было бы здорово, если бы все-таки появился стандарт, в котором централизовано для всех вузов это было бы прописано. Значит, перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, сами контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов и методика оценивания результатов практики. Значит, перечень компетенций, посмотрите, вот у нас приводится в таблице. Похожая таблица на то, что была в начале программы, вот она компетенция, вот они дескрипторы, и привязано это к этапам формирования компетенций, к этапам практики, собственно. Итак, вот по каждой. Дальше. Значит, еще одна такая табличка. А, нет, я вот пропустила даже одну. Описание показателей и критериев оценивания компетенций. Посмотрите, мы выделили здесь уровень, отметку, да, и критерии, каким образом мы оцениваем, да, соотносим сформированность этой компетенции вот к тому или иному уровню. Неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. То есть здесь в общем виде идет формулировка того, как мы будем оценивать сформированность эту компетенцию, да, допустим, ОК-5. Неудовлетворительно, не сформировано, удовлетворительно, ну, то есть это уровни, да, сформированности компетенции здесь таким образом выделены. Удовлетворительно организация командного взаимодействия по алгоритму, хорошо, нормативная организация командного взаимодействия с учетом социальных, культурных и личностных различий участников, то есть усложнение уже идет деятельности. И отлично самостоятельная творческая деятельность, нацеленная на командное взаимодействие с учетом всех этих различий. Ну, то есть вот так выделены уровни и характеристики этих уровней по каждой компетенции. Ну, это вот вопрос, он такой самый дискуссионный, наверное. Это вот как бы наш вариант. Дальше. Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, то есть для оценки образовательных результатов, которые мы приводим. Измеряемые образовательные результаты приводятся, типовые задания по каждому результату и отчетные материалы. То есть здесь четко видно, какое задание, на какой образовательный результат работает и чем это все проверяется. Вот они здесь, перечень типовых заданий. Например, знание требований к проведению оценочных процедур в системе общего образования проверяется при составлении перечня федеральных нормативных правовых актов, инструктивных и методических материалов. Ну и в итоге студент предоставляет перечень нормативных документов. Да, ну вот это как пример. По остальным сделано так же. То есть мы, как правило, не соотносим задания с результатами, с теми материалами, которые предоставляются в итоге. Ну вот здесь попытка такая сделана это все расписать. И вот в заключение программы приводится вот такая карта оценки компетенций, которая наглядно показывает, какие компетенции, какими заданиями формируются. И здесь очень хорошо видно, закрываются заявленные образовательные результаты в начале программы теми заданиями, которые мы предлагаем в содержании или нет. Мы видим, что некоторые... Ну вот здесь вот мы видим, да, перечень образовательных результатов, их кодировки, коды и кубики, которые закрашены, показывают задания. Мы видим, что некоторые компетенции формируются с помощью одного задания, некоторые с помощью двух, некоторые с помощью трех, а некоторые с помощью шести и пяти заданий. Таким образом, если компетенция формируется только в рамках одного задания, то это задание, оно не может у нас стать вариативным. Мы должны в рамках практики закрыть все образовательные результаты какими-то заданиями. И если мы вот это единственное задание переносим в вариативный формат, то тогда у нас компетенция может оказаться не закрыта ничем и не сформирован тот или иной образовательный результат. Таким образом, вот в вариативную часть попадают те задания, которые работают на те компетенции, на которые есть еще и другие задания, вот в обязательной части. И если их студенты не выбирают, то образовательные результаты при этом особо не страдают. Ну вот такая наглядная вещь. В принципе, вот такая табличка, она полезна была бы в любой рабочей программе, любой дисциплине, любой программе практики, вот даже для проверки самих себя, как у нас соотносится содержание с образовательными результатами. Дальше приводится процедура оценивания тех заданий, которые выполняют студенты. Мы предлагаем использовать бально-рейтинговую систему. Заполняются рейтинг-листы по итогам выполнения заданий. Каждому заданию присваивается определенное количество баллов. Один, два или три. То есть мы пошли по трехбальной системе. Один балл задания выполнено не в полном объеме, со значительными ошибками. Два балла выполнено в полном объеме, но с неточностями. Три балла выполнено в полном объеме грамотно. Помимо этого, еще в методических рекомендациях тоже более подробно приводятся критерии оценивания по каждому заданию. Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и проведения их традиционной шкале оценок. Вот здесь приводится правило начисления баллов. По каждому заданию максимальное количество три балла. Например, есть задания, которые повторяются, и тогда, если мы говорим про наблюдения, то студент делает три наблюдения, и тогда он получает по три балла за каждое задание, всего девять баллов за все это задание с тремя наблюдениями. В итоге мы выходим на 50 баллов. Это максимальное количество баллов, которое мы можем начислить студентов за эту работу. Ну и правило нами приводится определение итоговой оценки, правило перевода этих баллов. Там 41-50 – это пятерка, 35-40 – четверка и так далее. Таким образом выстраиваются… Тут можно, конечно, спорить, и можно это все корректировать и как-то делать по-другому. По крайней мере, выстраивается некая такая прозрачная система того, каким образом организовать практику, каким образом ее объективно, прозрачно оценить. То есть вот таким образом выглядит программа практики, которую мы разработали. Аналогичным образом сделаны программы и других практик. Но вот я хочу сказать, что вот у себя в ВУЗе мы сейчас и все остальные наши программы практик по разным образовательным программам вот к такому формату, понятному, прозрачному, стараемся перевести. Коллеги, если есть вопросы, вы можете по ходу их задавать. Хотелось бы, чтобы вот все-таки был неформальный такой диалог, общение. Если вопросов сразу нет, тогда я перейду еще к дневнику и покажу, как организован дневник. Значит, дневник тоже по направлению педагогическое образование для общественного наблюдателя, очного. Значит, он разработан как приложение к этой программе практики. Дневник раздается студентам. Значит, и он предполагает набор форм для студентов, которые необходимо заполнить. Начинается это все с паспорта общественного наблюдателя, который свидетельствует о том, что студент выбрал эту позицию, что он будет работать, кто этот студент, что он прошел аккредитацию, получил удостоверение, на какой программе он учится, какую программу практики он выбирает в качестве перезачета, в какой период работает, база практики. Ну, в общем, все, что касается этого студента и практики, которую он будет проходить. Дальше заполняется рабочий план графики, план график практики. Помните, я говорила, что на установочной конференции как раз этот план график заполняется. Здесь определяются сроки выполнения тех или иных работ, а вот отметка о выполнении, она ставится уже потом в ходе практики, когда студент выполняет те или иные задания и предоставляет их руководителям практики вузовскому и руководителю практики, который находится в пункте проведения экзамена. То есть с двух сторон его оценивают. Дальше, значит, здесь приводятся разные задания, и что важно, для студента тоже прописаны планируемые образовательные результаты. То есть это все состыковано с программой практики, и студент тоже должен понимать, а на какие образовательные результаты он в рамках этой программы выходит, и какую отчетную документацию он должен предоставить по каждому из заданий. То есть вот такой план график практики получается, где проставляются на установочной конференции сроки. Вот есть раздел выполнения индивидуальных заданий. Им нужно выбрать не менее трех заданий. Но это наше видение, это в этом варианте может быть совершенно другое количество. Ну, может быть, вы скажете одно выбрать, да, это ваше будет решение. И напротив того задания, которое они выбирают, они выставляют, собственно, сроки, когда они это задание будут выполнять. А если задание они не выбирают, то там ничего не ставят. В конечном итоге этот план график подписывают все стороны. Перечень индивидуальных заданий здесь приводится. Подпись о том, что все это согласовано. Руководителям практики от образовательной организации, руководителям практики от организации базы практик, обучающиеся. И вот тогда в этой ситуации не возникает вопроса, чем студент должен заниматься в школе, да, на практике. Что делать должен с ним преподаватель? Что должен с ним делать методист в школе, да, который с ним будет работать руководитель практики? Вот. Значит, это такая вот совместная договоренность. Дальше предлагается студенту такая форма – описание хода практики, где он записывает номер работы из рабочего плана графика практики, дата и место выполнения работ. Вот важная такая графа – контакты в ходе работ. То есть очень важно их сразу приучать, встраиваться в профессиональное сообщество в рамках этой практики. Кстати говоря, у студента будет немало возможностей познакомиться и с педагогами, и с представителями органов исполнительной власти, может быть, с представителями Рособранадзора, с представителями РСМ. И будет здорово, если они сразу будут приучаться контакты фиксировать, и потом их использовать в своей профессиональной деятельности. Есть такая графа трудностей, возникшей при выполнении работ. Тоже такой рефлексивный момент, который очень важен, и студента заставляет вот сесть и задуматься. И потом вот эти позиции могут лечь в рекомендации для следующего поколения общественных наблюдателей. Оценка результатов работ. Мы тоже предлагаем рефлексивный компонент здесь усилить, включив самооценку. То есть есть оценка руководителя, но важно еще, чтобы студент сам оценил то, как он выполнил это задание. Таким образом, вот такой усиленный рефлексивный компонент здесь присутствует. Ну а дальше идут, собственно, сами бланки для выполнения заданий. То есть если это сочинение, вот, пожалуйста, место для написания сочинений. Паспорт, пункты проведения экзамена тоже заполняется все. Карта технического оснащения, пункты проведения экзамена. И здесь важно, что студенты не просто, допустим, анализируют, каким образом оснащен этот пункт, а он, студент, еще и предлагает что-то, что может изменить в лучшую сторону оснащение. Могут быть предложения об изменении характеристик используемого оборудования. То есть мы предлагаем аналитически подойти к тому, что он видит, и внести какие-то такие рационализаторские предложения. Что тоже вот пользу может принести и органам исполнительной власти, в том числе и школам. Перечень нормативных документов, дальше задания, регламентирующих проведение ЕГИА. Здесь они просто вписывают этот перечень. Значит, мониторинг хода ЕГИА. Заполняется тоже вот такая форма, где прописываются те, кто в данном пункте проведения экзамена работает, какие наблюдатели они фиксируются. Ну и, собственно, дальше по форме, которая предлагает СРСМ, идет, описывается работа в пункте проведения экзамена. Вот такая карта наблюдения. Она большая. Их три в каждом дневнике. Значит, это мы все можем сейчас прокрутить. Я на этом останавливаться не буду. Так, еще один. Ну вот, есть такая карта. После того, как они наблюдения провели, появляется такая карта результатов мониторинга. То есть они не просто фиксируют нарушения, а они еще и фиксируют то, какие меры были приняты для устранения выявленных нарушений и замечаний. И пытаются сформулировать причину нарушения. Это их мнение, правы они или нет, но они должны свое мнение здесь описать. Ну и вот выводы и примечания, которые они хотят сделать, тоже такая здесь строчка есть. Таким образом, вот по каждому наблюдению есть такая форма. Дальше есть форма для комплекта кейсов. В методических рекомендациях подробно прописано, как эти кейсы разрабатываются. Здесь тоже есть некоторое примечание по поводу того, как кейсы нужно разработать и каким образом они могут быть представлены. В том числе и с видео, фото, материалами, с инфографикой и так далее. То есть все равно бумажным дневником, если он только в бумажном виде, не ограничишься. Особенно, если это дневник онлайн-наблюдателя. Но про него я отдельно немножко скажу. Дальше вот оно задание. Оценка предметных результатов выпускника в ходе ГИА. И здесь мы предлагаем вот такую табличку. Наименование результата. То есть они вписывают из ВГОС сюда результаты. И дальше пишут. Оценивается, частично оценивается, не оценивается. То есть они, наблюдая экзамен, анализируя контрольно-измерительные материалы по тому или иному предмету, а желательно, чтобы этот предмет был связан с профилем их обучения, они пытаются проанализировать, насколько эти контрольно-измерительные материалы позволят оценить предметные результаты. Можно также сделать и с метапредметными результатами, и с личностными результатами. И пусть они сделают вывод о том, оцениваются ли в ходе ГИА личностные результаты, и можно ли это сделать в принципе. Ну, например. Дальше предлагается задание рекомендаций для потенциального общественного наблюдателя. И они уже пишут свои рекомендации для следующего поколения наблюдателей. Место под интервью с участниками ГИА. Ну, вот таким образом, собственно, весь набор форм, которые необходимо заполнить в ходе проведения всех тех, реализации тех заданий, которые приводятся. Самоанализ результатов практики мы тоже предлагаем в произвольной форме сделать. Можно написать эссе, в котором проанализировать, насколько ГИА соответствует все-таки оценке результатов обучения целостной по окончанию обучения в школе. Дальше пишется заключение о выполнении плана практики и достижении запланированных результатов, заключение руководителя от организации базы практики и заключение руководителя от образовательной организации. Посмотрите, у нас везде идет вот это вот двустороннее взаимодействие. Здесь может как раз вот в этом месте быть представитель от органов исполнительной власти. Рейтинг-лист. Здесь вот как раз фиксируется, сколько баллов за какие задания он получил. Могут быть примечания. Ну, итоговый балл, оценка за практику. Ну, и подписи руководителя практики от образовательной организации. Таким образом, вот по итогу заполнения этого дневника и предоставления его аттестационной комиссии, ну, можно уже делать выводы о том, там, перезачесть ему эту работу в качестве практики или нет. Мы когда вот в августе обсуждали с коллегами из других вузов, были спорные моменты, а не много ли заданий, а не слишком ли студенты будут перегружены, у них и так много работы, как у общественных наблюдателей. Сразу хочу сказать, что у нас была задача по максимуму, вот мы напридумывали разное сюда, по максимуму включить, а дальше уже, пожалуйста, берите на свое усмотрение, да, вы вузы, да, и вы решаете, какой должна быть образовательная программа, какой должна быть программа практики, какой объем работы вы можете зачесть. Может быть, вы на одну единицу возьмете несколько заданий, их перезачтете. То есть наша задача была максимально чего-то накреативить и предложить, да, и задать под это какие-то формы. Ну, а вы уже смотрите, что из этого вы можете взять. То есть вот подход такой. Это вот то, что касается практики общественных наблюдателей. Отдельно хочу сказать о практике для онлайн наблюдения. Значит, тоже дневники и программы практики есть. Сразу хочу сказать, из чего мы исходили. Мы исходили из того, что если это онлайн наблюдатели, и они работают за компьютерами, с ресурсами интернет, подключены к сети, то может быть сделать так, чтобы эта практика работала на формирование ИКТ-компетенций, которые важны независимо от того, являются ли, будут ли они педагогами, или не будут ли они педагогами. Мы проанализировали разные образовательные стандарты, разных программ, педагогических и не только, и увидели, что везде, либо в общекультурных компетенциях, либо в общепрофессиональных, заложены ИКТ-компетенции, не только у педагогов. Поэтому заложить туда задания, которые направлены на формирование ИКТ-компетенций, нам показалось интересным. И там вот вы видите задания, связанные, допустим, с созданием группы в социальной сети, из тех же ребятишек, которые участвовали в ГИА, из студентов, которые участвовали в качестве наблюдателей, и задать там тематики для обсуждения. Это хорошая компетенция для педагога, и не только для современного человека. Или, например, представить анализ результатов, которые они получили в ходе наблюдения с помощью той или иной инфографики, например, тоже важная и интересная компетенция, которую используют специалисты совершенно разных отраслей. И так далее. То есть вот такие задания, которые, на наш взгляд, позволят формировать ИКТ-компетенции. Работа с ресурсами, с электронными по подготовке и проведению ГИА, тоже включена в состав тех заданий, которые мы предлагаем. Таким образом, вот практика для онлайн-наблюдателей, у нас она связана, в том числе, и с формированием ИКТ-компетенций. У нас в Новосибирске проходил аналогичный семинар-совещание, и там было выступление непосредственно разработчика вот этой программы. И это выступление я привезла с собой. Я не буду сейчас его включать, я просто его, ну вот могу здесь оставить, сбросить, и вы можете взять. Очень интересное выступление, которое подробно говорит о том, с помощью каких заданий можно формировать ИКТ-компетенции. Эти задания можно, в принципе, включать и в другие виды практики, они очень интересные. И в тот набор документов, которые представлены на сайте eg.ru, мы тоже выставим вот эти видеоматериалы, которые вы сможете посмотреть. Ну, в принципе, вот кратко, если да, то я представила вот то, что есть на примере программы практики по педагогическому образованию, дневника практики, остальные материалы сделаны вот в той же идеологии. Поэтому, коллеги, если какие-то есть вопросы, я готова ответить, я готова пообсуждать вот эти материалы, представленные. Ну, и буду рада, если вы пришлете что-то, какие-то свои рекомендации, еще и на почту. Перейду вас. По-моему, я вас утомила, да? Монотонным этим рассказом. Коллеги, ну, вопросы, да, пожалуйста. Здравствуйте, я являюсь представителем Саратской государственной юридической академии. Как было сказано, мы являемся активными участниками, и наши студенты, в принципе, всегда добровольно участвовали, они досрочно сдавали у нас сессию, и возникает такой резонный вопрос. Обязательно ли это надо вставлять в практику, то есть перезачитывать? Потому что вы сказали, что это может быть и дисциплина по выбору, и факультативная дисциплина. То есть это на наше усмотрение, потому что у нас учебная практика обязательно в двух ведомствах, это в зависимости от структурного подразделения, и она в июле у нас проходит, и, в принципе, никак не пересекается. Производство, это уже четвертый курс, это шесть недель по ведомству, то есть не принципиально. Правильно ли я подняла? Спасибо за вопрос. Этот вопрос был, вот точно такой же вопрос, был задан на первом совещании, которое мы проводили в Липецке, и Анзор Ахмедович, отвечая на этот вопрос, сказал, что, конечно, мы никого заставлять не будем в обязательном порядке это делать. Вот для педагогических вузов и для программ педагогического профиля, ну это более чем полезно, ну это просто надо делать, но при этом все равно эта практика не может быть обязательной для всех. Это вариативная составляющая. Для других образовательных программ, ну, тем менее становится это обязательным. Главное, чтобы вы в этом участвовали, чтобы у вас была своя система управления этой работой. А какой формат перезачёта? Ведь это же пошло от того, что студенты начали просить, а можно ли нам перезачесть? То есть им дополнительную мотивацию. Мы пошли на это. Вот, поэтому увидели, что это было бы полезно с точки зрения организации этой работы. Когда это организовано как волонтёрская деятельность, то это часто получается так, что вуз всё отдаёт на откуп РСМ. Как это всё организовано, не очень понятно. Когда это включено в практику, почему вот ещё, да, Росборонадзор всё-таки об этом говорит, когда это включено в практику, вуз становится в ответственное положение. И тогда понятна иерархия управления вот этой деятельностью на уровне вуза, на уровне органов исполнительной власти, когда мы заключаем договоры. То есть это упорядочивает эту работу. Но вот никто не будет обязательно заставлять вас, тем более для юристов, вставлять это в программы практики. Коллеги, ещё, может быть, вопросы какие-то? Я ждала от вас вопрос, Михаил Юрьевич. Наталья Васильевна, Соловьёв Михаил Юрьевич, Мининский университет, проектор. Скажите, пожалуйста, вот я на последнюю фразу хотел отреагировать. А вот, да, в этом случае вуз встаёт в ответственное положение. А на ваш взгляд, в норме, кто должен быть в ответственном положении? Ну вот сегодня же Анзор Ахмедович, когда выступал, он говорил о трёхстороннем взаимодействии. Это Рособоронадзор, это органы исполнительной власти, это вузы. Поэтому все эти участники, вместе решая эту задачу, они определённую ответственность за этот вопрос несут. Я имею в виду вот что. Ведь общественное наблюдение становится обязательной составляющей вообще всего процесса организации, ГИА и ЕГЭ. За любой обязательный процесс кто-то должен отвечать. А, вы имеете в виду за государственную итоговую аттестацию кто-то отвечает? Я имею в виду, не-не-не, а именно за общественное наблюдение за ней. В данном случае, в ситуации, когда вуз организует практику наблюдателей за ГИА, он становится в ответственное положение, как бы частично беря на себя ответственность за этот процесс. Но он её берёт на себя, забирая её при этом с кого? Никто ни с кого не забирает, просто здесь несколько зон ответственности, и когда этих зон больше, то процесс получается более эффективным. Вот я так думаю. Отвечают и органы исполнительной власти, и с них никто ответственность не снимает. Они же, по сути, отвечают за эту процедуру. Мы им помогаем. Я бы вот так сказала. Мы им помогаем. Понятно, спасибо. Коллеги, ну, я только что в соседней секции с ребятами пообщался. Там идёт вручение. Ну, в принципе, у молодёжи там вопросов нет. Всех пожеланий и ответы на вопросы от них они получили. Вот мы сегодня провели с вами работу. Раздаточные материалы у вас есть. По этим материалам вы у вас дискуссионны, площадка работы круглого секции была. Есть ли у нас ещё вопросы и предложения для обсуждения? Может, мы что-то не досмотрели в этой части? Вот. Мы сейчас готовы эти предложения принять, на вопросы ответить, на то, что не можем ответить, взять на вооружение и доработать те материалы, которые у нас есть. Да. Анзор Ахмедович, Министерство образования Кировской области. У нас вопрос такой. Вот в вашей презентации в списке вузов нет нашего Вятского государственного университета. Хотя на их базе был создан институционный центр, студенты принимали активное участие в онлайн-наблюдении, выходили в пункты, как общественные наблюдатели. У нас вопрос, как оценивалась активность, деятельность вузов? Мы учтём это в 2017 году. Значит, я взял на вооружение, если регион доволен качеством работы, видимо, скорее всего, мы до конца не получили информации. Раз регион такой отзыв имеет, мы... Это уже будут наказы наши сотрудники, чтобы в презентацию не попал вятский. Государственный университет, да? Обязательно сейчас зафиксирую этот момент, мы исправимся, так сказать. Вообще, мы отслеживаем работу вузов, там несколько индикаторов, то есть это отзывы региона. Понятно, что вот регион тоже и вуз нам сигнализируют о количестве участников, то есть мы точно знаем, что это ваши общественные наблюдатели. Кроме того, по формам отчётности мы эту статистику у себя по итогам экзамена, в принципе, видим. Но нам для этого надо знать, что вот именно эта категория студентов была задействована. Я, скорее всего, думаю, что это недоразумение. Ну, разберёмся. Вятский государственный университет, да? Если представители есть здесь, я вот себя лично тоже... Всё. Мы обязательно в следующий раз снесём. Ещё коллеги. Значит, здесь республика подготовила экскурсию, ещё какие-то мероприятия. Если вопросов нет, ну, мы уже в четвёртый раз встречаемся, конечно. Те вопросы, которые были на первом совещании, мы тоже учли, включили в презентации, поэтому специфика одна и та же. Поэтому, наверное, удивляться не стоит, что все вопросы здесь освещены. То есть сейчас есть какая-то программа для приехавших, кто покидает сегодня регион, тоже отдельная. Хочу пожелать счастливого пути. Значит, если остались вопросы по организации практики, свои координаты отдал и Владимир Петрович, увидели в презентации, и Новосибирский государственный педагогический университет. Соответственно, с нами, если здесь вопросы не решаются, вы можете через региональное министерство, это я вузом говорю, выйти на нас. Этим вопросом занимается Федеральная служба управления по оценке качества, начальник управления Егорова Юлия Станиславовна, или уже через мою приемную. Если какие-то вопросы возникают, коллеги, не надо стесняться их задавать. Мы там тоже не небожители, мы не все видим, что происходит в регионах. Есть объективные причины, некоторые объективные причины, по которым что-то можно сделать, а что-то делать невозможно, а чего-то делать нельзя. У нас страна многонациональная, много религий, география совершенно разная, поэтому снова же, без фанатизма, но со знанием дела, если что-то мы упускаем, вы обязательно нам давайте советы, мы обязательно эти советы на вооружение берем. Спасибо большое всех с наступающим Новым Годом, удачи, успехов в работе.